приветствую приветствую всех друзья приветствую всех пишите пожалуйста что со звуком фоновая музыка не громко играет сделать ее потише или нет потому что ну я в своих ушах слышу что она вроде бы не громко звучит вот на минимуме это минимум дальше она просто исчезнет звук норм спасибо дориан хорошо это это хорошо когда я буду петь друзья я буду включать в общем сейчас сейчас все расскажу до микрофон пока буду держать в руках у меня есть я вам уже показывал что у меня есть как она называется сейчас есть держатель для микрофона но я вам уже говорил просто не все я забываю что теперь я должен говорить микрофон теперь я вот увидите будет на другом уровне стримы будут проходить вот это вот вот эта вот штучка сверху видите этот держатель он узкий очень там для другого скорее всего это динамический микрофон в общем мне надо крепление вот это вот просто поменять ну а так как в мариуполе его сложно я думаю что и вообще нереально найти пока что только в ростове а я в общем ездил через ростов но не до этого было надо будет просто этим заняться чтобы я не держал конечно рукой все время а так микрофон будет вот в стороне где-то здесь я буду только оп направлять и все и звук будет отличный теперь теперь звук будет на другом уровне и пение будет совершенно тоже на другом уровне так что друзья я вчера сидел не знаю сколько часов я я не уследил во сколько я сел но часа 34 точно я сидел сначала я пару часов настраивал звук были сложности в начале первый час я смотрел в ю тубе обзоры все но у меня маг плюс у меня это звуковуха в общем через logic про я запускаю все это это профессиональная программа для музыкантов звук я настроил тоже все эквалайзеры там компрессор использую лимитер через logic и также обработку буду добавлять в лоджике звук вообще на другом уровне сейчас вы меня хорошо слышите а я не напрягать не напрягаюсь вообще понимаете вот что значит когда микрофон близко у рта как всегда друзья заваривайте чаю кто-то уже заварил кто кофе кто черед я просто теплую воду пью с медом и с малиной так так что до вчера я настраивал звук а потом сделал я вчера сделал стрим это было где-то часов в пять или в шесть вечера но этот стрим был только для моих родных позвонил маме племянниц и они меня смотрели я для них пел вчера но они оценивали как звук мне было интересно со стороны что что они скажут и вот сегодня вы будете оценивать как будет звучать все музыка play break и голос поэтому будет интересно я думаю так александр мать и сов приветствую да тоже к лучу ездил друзья ездил я в шахты на пару дней думал что буду ночевать у тети своей но остался у габриэлы с тещей все хорошо провел пару дней с лучом в основном конечно тяжело было опять драма ну как есть говорю как есть ехать туда было тяжело вот заставлял себя потому что чувствую чего понятно еще не отпустил габриэлу до конца еще еще здесь еще внутри а уезжать не хотел вот настолько вот такие вот чувства но все хорошо лучше там счастливы все в порядке потому что мне описали там под роликом в телеграме я выставлял луча что он там похудел нет друзья лучше не похудел визуально вообще не похудел счастливый обезбашенный такой же активный поэтому все хорошо и я вижу как габриэла его кормит она его кормит замечательно каша гречка с печенью с морковью отвар отварной еще вкусняшки всякие пакетики лежат там она ему дает то есть покупает специальные там косточки поэтому луч в порядке и пока что он будет там друзья потому что мне еще все вещи забирать ехать туда а луча если я заберу сейчас то мне не с кем его будет оставлять здесь а когда я поеду в общем габриэла будет еще я думаю до следующего лета как минимум там в общем это вкратце сделаю еще видеоролик небольшой просто я его хотел опубликовать даже еще вчера но мне не хватает еще одного видео сюжета для этого нужна погода здесь мариуполе другая а сейчас дожди несколько дней подряд вот я приехал дожди дожди каждый день дожди то слабый дождь то сильный сегодня вот целый день дождь почти почти целый день на я был на улице и такой проливной лед так что будет ролик еще с поездкой в шахту он будет не длинный но я думаю вам понравится так да звук отличный спасибо дуриан ставра приветствует приветствую татьяна русанова звук отличный это здорово друзья да это это меня меня это радует я вчера я думал вчера что у меня не получится потому что я столкнулся там с одной с одной проблемой просто не мог вывести звук обработки на экран получается то есть я подключил и тут куча всего подключена приложение несколько программ через в общем это не так все просто сначала это надо изучить потом понять как где настройкой какие выставлять это интересно мне это нравится и вот мне удалось в итоге я я нигде не нашел на именно правильного объяснения и обзора все они показывают не так подробно в общем в ю тубе в итоге я просто методом тыка нашел но сообразил логика работала потому что я же понимаю в этих программах и просто вот через обе студию там кое-что надо было выставить и все так что удалось я рад что пока звук окна будем кстати микрофон батарейки здесь я думаю хватает часов на 45 должно быть достаточно микрофон то на батарейках что будем следить так и так и так и так почитаю немножко вас друзья и поотвечаю на вопросы задавайте вопросы по поводу мариуполя вот я снимал недавно приехал уже снимал видео обзор делал по улице казанцева и опатова если вы уже посмотрели на на дзене есть уже видеоролик пока на дзене друзья сейчас так вкратце пробегусь на дзене будет вся основная вот информация весь основной контент я имею ввиду вовремя он будет загружаться потом чуть позже на рутубе и вк и еще позже на ю тубе но на ю тубе будет не все поэтому друзья ваша поддержка это это то что вы смотрите меня с других платформ потому что там у меня монетизация у меня доход я плачу налог с этого тоже я повторяюсь но вынужден повторяться для того чтобы вы были активнее и подписывались на другие площадки что неизвестно что у нас будет с этой платформой в будущем слухи разные ходят так сибиряк приветствую кузбассу тоже привет всем привет игорь добрый вечер добрый звук супер отлично россош с вами всеми спасибо елизавета василенко хорошо я рад я очень рад звук отличный класс привет из старого оскола ирина приветствуем петербург заноза приветствуем зависает интернет только у вас скорее всего потому что я у я вижу что у меня сигнал зеленого цвета и скорость нормальная скорость скажем так это не не самая высокая но этого достаточно для эфира без прерыва без прерываний так значит это у вас скорее всего у вас сигнал плохое кстати да вчера у меня тоже а нет вчера у нас света нет не было вечером уже ночью сегодня целый день у нас воды нет на поселке моряков скорее всего что это только здесь по этому району в общем да сегодня целый день у нас нет воды сейчас почитаю немножко и сделаю вам музыкальную паузу сделаем игорь а ты спроси будем спросил димона может он тебе что-нибудь сделает что а что именно вером веном что именно спросить что он не сделает а крепление держатель какой-то под микрофон то нет дима сейчас он просто нет он сейчас металлом почти не занимается а его отвлекать от основной работы скажем так который ему приносит постоянно доход я не хочу мне легче купить тем более ну нет смысла если бы он постоянно занимался кузне и допустим то я бы и попросил бы его но это не это не такая точнее марю поле эта проблема купить этот держатель да но я думаю что возможно я съезжу может быть там в новоазовск допустим там есть музыкальные магазины на днях либо либо в таганрог ближайшие города я имею ввиду и там я смогу купить по-любому такое в любом музыкальном магазине можно это приобрести просто у нас в мариуполе этого еще нет секундочку привет из лангепаса западная сибирь приветствую сергиенко евгений приветствую а ты сегодня игорь хорошем настроении очень приятно видеть тебя таким спасибо елизавета василенко если бы вы меня видели вчера я вчера был вообще с ума сходил от от счастья от радости от того что у меня получилось подключить настроить я потом просмотрел детально стрим запись которую делал для родных и послушал звук и меня это очень обрадовало вы не представляете какая-то разница для стримера для так для меня допустим для блогеров для тех кто ведет стрим когда микрофон есть когда ты говоришь допустим это одно но когда поешь я уже вам говорил почему у меня в общем это совсем разные вещи объяснять долго не буду гена приветствую мурманску привет тоже нелли наконец-то твой голос будет в порядке не будет напрягаться да конечно будет гораздо меньше напрягаться все же это другая подача вот я даже на расслабоне я разговариваю сейчас а вы мне прекрасно слышите так что алекс лучик то лучик замечательно а единственное что вот вспомнил за лучика все в порядке габриэла за ним ухаживает очень шикарно ухаживает он она его любит он и на диване с ней спит теме виду пока она работает он рядом спит на диване а не она ему стелет как мы всегда делали она спит на матрасе допустим ночь он рядом с ней и спит на моем месте пол матраса матрас двухспальный это его место но она ему стелит отдельно просто не специально его лучик как король живет и он так и будет жить и со мной даже он будет жить еще лучше это точно единственное да что хотел сказать она габи только не может ему подстричь ногти сама когти его потому что вот я приехал у него когти повырастали опять я ему стригу он он ей не дается а я его уговариваю он потихонечку я быстро об чеканул лоб чеканул и постепенно стригу ему там в течение 10 минут может быть даже меньше а габриэла не может справиться с ним он ей не дается это единственный как бы такой момент поэтому я приехал сразу ему подстрик когти его а то он как этот ведьмак не ведьма ведьмак такой у нашего игоря из мариуполя самый лучший добрый голос от всех стримеров и блогеров на ю тубе спасибо спасибо мне приятно очень приятно на сегодня выпал первый снег на крышах машины белые в снегу на дороге тает здорово ну да вот здорово что он так выпадает и сразу тает потому что будет каша такая каша так не хочется этой каши если бы он выпал и лежал там пусть будет минус 2 минус 3 до минус 5 погодка это будет шикарная погода атмосферная гулять приятно в такую погоду когда сразу же слякоть и грязь это завал вот сегодня у нас проливной дождь на улице я был на улице ездил в город в центр города точнее но не не промок не успел промокнуть конечно прятался постоянно игорек столько боролись за гражданство и вдруг у ирина ирина я об этом сегодня только вот говорил с моим другом встретился в центре города и говорил об этом мы столько сначала боролись когда встретились боролись там с кубой мы готов за факт я собирал тут документы мы там расписались потом ее привез мариуполь сделали документы еще при украине сразу же вовремя сразу же сразу же начал бегать сделали причем нам везде двери открывались я был в шоке многие говорили что игорь ты представляешь куба это же завал тем более там украина с 14 года вела там ограничения всякие там правила визовый режим и так далее пришлось там повозиться в общем до 14 года было безвизовый режим с кубой а с 14 все очень ограничили и двери открывались нам просто вот так вот друзья если не с первого раза где-то то со второго прям сразу на распашку все было хорошо потом события потом в россии уже начали делать документы все да мы навозились в россии наездились в ростов она наездилась еще больше чем я с ней наездился и бам стак я только сегодня разговаривал с другом просто но но эта жизнь я понимаю что эта жизнь ничего не изменишь возможно ну только она может что-то изменить потому что она приняла такая такое решение и я ей показал что у меня чувства к ней сильные я и показал я это ей сказал я и из в этот раз приехал сказал что я ее люблю и ушел но уже когда ухо уезжал и по ней видно по глазам что ну что то есть не просто что то есть но она себя давит видимо видим ну опять же это только ей решать я уже показывал бегать я просто не буду естественно если она не любит а какие по бегушке но никакого детского сада не будет я просто я показываю свои чувства если они есть то я и их показываю и я не этого не стыжусь это меня не унижает потому что я наоборот открыт к ней если у нее что-то проснется это только за ней выбор остается конечно посмотрим но жизни да вот сегодня и говорили с другом что жизнь преподносит такие сюрпризы неожиданные и вот эти события так поменяли людей изменяли и изменили вообще ход жизни путь жизненный изменили всем всем принципе это коснулось каждого даже тех кто живет где-то там далеко это каждого коснулось особенно конечно тех кто были вот в эпицентре так сказать это коснулось очень сильно всех много людей по расходились у нас тут знакомые кто-то раз наоборот сблизился я думал нам вот я думал что у нас это сблизит и в моем случае это было так конечно но в случае габриэл и это иначе но опять же просто до сюрпризы и конечно от жизни серьезные но ничего все что нас не убивает делает только сильнее да поэтому будем жить будем творить будем счастливыми друзья все будет хорошо да очень жаль не ожидала да все так было хорошо что теперь габи уедет назад ну да а там ну куда она дальше там поедет это уже ее выбор я не спрашиваю ну это ее выбор привет арес приветствую приветствую тебя дорогой игорь безумно рад тебя видеть и слышать дружище хорошего тебя стрима позитива и хороших эмоций и впечатлений и моря добра мира и уюта спасибо тебе всегда всегда пишешь очень очень добрые теплые пожелания спасибо тебе огромное это взаимно всем нам друзья всего хорошей жизни где будете новый год встречать справлять с родителями данил скрипкин вряд ли с родителями не планирую с родителями не знаю еще с кем может быть сестрой если она что-то там если если вдруг либо вообще уеду в карачаево черкес куда-нибудь там но у меня есть друг кстати хороший друг я о нем не говорил вам никому естественно на стриме я о нем не говорил по моему ни разу так вот сложилось что я с ним знаком уже 12 лет он из карачаева черкес черкес или черкеск точнее из карачаева черкеса или черкеска как правильно сказать вот я не уверен просто так вот он оттуда его больше моя сестра знает но человек очень интересный очень интересный человек когда я вас с ним познакомлю вам он очень понравится уникальный в своем роде он очень умный очень мудрый для своих лет вот я не помню он по моему меня младше немножко немного младше но на свои годы он такие вещи говорит и грамотный грамотный человек жизнь у него тоже такая тяжелая сложилась но это не буду я об этом но сейчас он занимается там своим пытается хочет наладить джип туры какие-то ну то есть я не знаю как это точно называется на джипах возят возят они туристов в горы по рекам показывают в общем красоту местного ландшафта и его там товарищи уже пять лет пять лет этим занимаются да пять по-моему и его уже давно звали туда а он все время чем-то был занят другим и вот недавно он созрел на это дело купил джип патриот себе хороший джип я с ним на связи часто очень часто и кстати когда мы с ним общаемся мы с ним так беседуем такие темы друзья такие интересные темы вот с ним у меня всегда какая-то вот в общем если вы знаете демьяна демьян это один человек а вот мой друг алан я с ним ни разу не виделся можете себе представить я с ним познакомился потому потому что моя сестра его очень хорошо знает и мы вот по видео чатам общались и все время у меня брат когда ты приедешь когда мы с тобой познакомимся он у нас даже был в мариуполе в гостях у меня был в мариуполе то есть у меня в моей квартире останавливался но я был в тот момент на контрактах на одном из контрактов не помню это был год 13 или 14 где-то где-то те годы и это или даже 12 и я ему подарки покупал отправлял ему туда в общем но ни разу не виделся с ним вот так вот воочию только видео чаты даже с мамой его уже познакомился по видео чат в общем интересный человек купил он джип себе делает его сейчас готовит его под туры этим и говорит брат приезжай ты немножко отвлечешься от того что у нас с Габриэлой произошло отдохнешь говорит у тебя там будет куча ну у меня будет там куча контента и он говорит заодно и мне рекламу сделать ну это понятно что я ему сделаю рекламу буду показывать вам все это это интересно ну я просто конечно же я хочу уже давно с ним познакомиться приехать с ним пообщаться я с ним на такие темы общаюсь с кем на такие которые не с каждым затронешь вот настолько он глубокий интересный человек вот вам очень понравится поэтому я сейчас думаю о том что поехать бы может быть к нему туда в декабре месяце не может быть я хочу посмотрим события тут как будут поворачиваться разворачиваться закручиваться ну вообще очень хочу конечно новый год тем более там встретить в Карачаево-Черкесске да или Черкес черкесской правильно наверное там места бомбезные моя сестра когда там была в те годы 2010 11 наверное где-то она была где-то или 12 и она на курорте была отдыхала с детьми и Алан этот вот ее друг мой друг уже давно и он лыжный спортсмен то есть мастер спорта лыжного спорта в общем какой-то я ну так мне сестра говорила в общем шикарный лыжник ну и как человек конечно он интересный очень поэтому познакомлю в будущем ближайшем я думаю что надеюсь что все получится поехать туда в ближайшее время и вас познакомлю с ним обязательно привет Екатеринбургу тоже Жанна Киселева приветствуем вас Игорь братик ты слышал что вроде в России возвращают монетизацию на YouTube еще не слышал об этом но Дима ты у меня сейчас просто у меня улыбкашь если это случится это будет бомбезно конечно тогда я буду YouTube раскручивать только мы с вами просто перейдем скорее всего на новый канал я уже вам об этом говорил я создам новый аккаунт если это будет реально потому что в списке России нет именно для новых пользователей для новых блогеров скажем так для нового канала мне я не могу выбрать свою страну Россия там ее нет в списке соответственно я не могу создать новый канал а на старом мы не сможем потому что он у меня зарегистрирован как Украина а поменять просто на Россию до сих пор пока что не было возможности может быть они поменяют какие-то там правила но вряд ли я думаю что мне просто придется этот канал закрыть привести вас нет сначала на другой канал поддержать этот канал буквально месяц активным и закрыть его удалить все если пока что я не слышал такой информации но я надеюсь что это случится Виктория приветствуем тоже вас Юля привет привет сегодня а у меня как будто звук двоится а это у тебя настройки скорее всего ты же наверно на новом ноутбуке своем тебе наверно надо там что-то подстроить зайти в настройки звука и поклацать что-нибудь там почитать в первую очередь прочитать что ты нажимаешь может тебе кто-то подскажет может дочь подскажет все белое Виктория да но у нас пока дожди у нас дожди у нас дожди ой ой пока еще еще далеко на ВК очень медленно подписывается на мое сообщество даже в друзья ну ВК вот я сам удивляюсь вроде бы пользователей ВК столько и у меня подписчики наверняка есть кто ВК пользуется у меня есть аккаунт там и в этом на этом аккаунте сообщество вам надо в него подписаться на него там у меня всего лишь 124 по-моему подписчика а для монетизации нужно иметь 5000 подписчиков уже представляете 5000 подписчиков но зато там будет очень тоже хороший доход очень хороший всему свое время говорится я же не заставляю никого подписываться люди по желанию так что пока что у меня уже активирована монетизация на дзен там хорошая монетизация уже постепенно и и на рутуб но на рутуб очень медленно пока что у меня там подписчиков гораздо меньше тоже даже тысячи нет на рутуб поэтому там до хорошего дохода там еще тоже видимо далеко только дзен пока что пока что основной мой такой так сказать доход именно из соцсетей так друзья сейчас почитаю сейчас будет всем хорошего вечера Вика Виктория благодарим вас взаимно до крепления понял да Игорь Игорь ты как же в двух ресторанах работаешь так же вдруг алекс друзья да вот сегодня по-моему вы у меня спрашивали да или нет кто-то у меня на дзен спросил в комментариях друзья я вам говорил что речь это пафос и только разговоры я у них проработал всего пару недель они они мне все пытались это там выходные дни куда-то вставить когда у Алены выходные дни она основной вокалистом то есть основной на постоянке так сказать хотя мне говорили что я тоже буду на постоянке ну Алена я так понимаю она мне намекнула что все зависит от нее если она себе делает выходной среди недели то мне звонят и они звонят внезапно вот вплоть до того что вы можете сегодня приехать там через два-три часа да елки-палки ну как так я так работать не могу мне надо распеться перед работой мне надо подготовиться мне надо доехать до вас машина у меня нет а я еду с поселка моряков ну куча всяких таких нюансов которые нужно учитывать я так не могу работать мне надо чтобы мне сообщали за вечер предыдущего дня за вечер тогда я буду комфортно себя чувствовать не будет буду работать не будет спешки этой а они получается я просто закрываю пробелы когда Алена не работает ну судя по всему она сейчас работает но я заметил что проезжаю иногда там просто мало людей еще в заведениях вот сейчас погода началась дожди дожди прохладно на улице людей мало реже то есть меньше сидят в ресторанах сейчас я думаю что будет период когда они опять попрут конечно потому что вот летом было хорошо там все время битком почти постоянно битком людей империя там понадежнее но они еще не открыли основной зал у них еще стройка идет и как только они откроются там я буду чаще работать а сейчас вот они даже в группу уже две недели не скидывают новостей никаких у них там группа есть своя они делали посты а сейчас две недели никаких постов хозяйка я знаю что выезжала из города еще две недели назад но я не перезванивал я не писал когда я им нужен буду они напишут я такой человек что я умею ждать навязывать себя они меня услышали они меня увидели они меня имеют в виду я их услышал тоже мне сказали четко что все хорошо я им очень понравился я это видел но судя по всему там тоже что-то в общем жду когда откроются основной зал откроется зимой может быть даже перед новым годом до нового года откроется буду надеяться на это поэтому это нестабильная работа речь уж точно потому что там только пафосные хозяева и и только разговоры пустые разговоры ой мы хотим чтобы вы работали на постоянке ой давайте мы сейчас определимся с Аленой когда у нас когда у нее будет два выходных то есть в какие дни у нее будут два выходных среди недели и мы вам четко скажем чтобы я их попросил об этом они говорят да 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 все только разговоры они мне звонили там я вам рассказывал то через два часа надо приехать я говорю так я в городе снимаю сейчас контент мне надо поехать там на поселок потом к вам вернуться в спешке я так я не не хочу работать так что ну я не расстроен не расстроен всему свое время всему всему свое место как говорится сто процентов если я там не работаю значит это не мое место а я вам говорил что я себя там в речь допустим не комфортно чувствовал себя не расположили вообще и по звуку там помещение полностью стены плитка звук там тихо поешь а там очень объемный то есть с эхом звук в зале на третьем этаже в банкетном зале получается и они мне все время часто подходили сделайте потише сделайте потише я уже сделаю вообще там ну как так можно петь и стараюсь вообще тихо ну в общем это для таких для такой работы если они хотят сделать концертный зал какой-то им нужно оборудовать им нужно звукопоглощающие стены а там отражающий звук стены понимаете это очень важно ко всему надо подходить тщательно четко продумывать все но там для этого просто не предназначено помещение братик маме и папе и сестренке большой привет и здоровье спасибо спасибо дима привет игорек о вы с микрофоном круто да да настраивал вчера несколько часов я ваш постоянный зритель на дзене в ютубе спасибо жизнь гречанки из донбасса спасибо спасибо вам добрый вечер москве приветствуем вас добрый вечер галина игорь а ты что лучика пока еще не забрал и шах нет нет я уже сказал я думаю ты уже услышал дим пока нет хочу но и с другой стороны просто не тот момент пока ван лайф приветствую тоже вас и верум венум привет виктория галина и всех чатлановцев а у нас лежит снег и не тает и очень холодно прям мороз сильный здорово здорово ну холодно не очень может быть здорово но снег не тает морозец приятно главное что чтобы одевались тепло игорь а гляжу сколько сейчас много строят в мариуполе много новых домов большими темпами арест да да очень очень много строек масштабные масштабные стройки даже вот ролик который я загрузил сегодня там видно по казанцево спускаюсь вниз на опатово там везде перерыто трубы новые протягивают там везде там что-то новые площадки готовят под строительство чего-то еще очень много всего дома восстанавливаются понятно новых новые дома строятся возводятся в новых местах вообще на пустырях поэтому да много строек сейчас но сейчас в мариуполе работает двадцать две тысячи строителей а в пике это было весна лето было 35 тысяч строителей сейчас меньше двадцать две тысячи на данный момент вот это информация ноября месяца двадцать две тысячи но все же все равно это немало просто многие уезжают конечно в зимний период сезон какой-то может быть не хотят работать на стройке да холодно конечно кто-то поработал приезжал допустим весна лето поработали заработали денег уехали домой там весной вернуться но строек много вечер добрый максим домчинский каналу респект спасибо приветствуем вас доброго здоровья всем добрым людям с города дружковки у нас плюс двенадцать желаю всем мира и добра лена данко спасибо классного у нас кстати тоже не холодно у нас плюсовая температура приятно на улице просто дождь льет проливной такой спасибо игорек я все поняла ревность жаль не огорчайся все будет хорошо счастье тебе и процветания ты очень хороший приятный мира и добра ты мне как сын жаль конечно ирина спасибо вам большое спасибо ничего все будет хорошо так друзья пою песню знаете какую сейчас пою песню которую я хотел спеть я наш сделал минус не нашел а его сделал ну убрал вокал из трека так вот песня спокойная ночь помните мы на одном из стримов предыдущих вот не так давно но говорил я вам за нее исполняет ее это вообще Виктор Цой да Виктор Цой его уже правильно исполнял Цой в общем перепел ее Лев Лещенко Антон Беляев сделал другую аранжировку ну а я ее сейчас немножко в другом в другой интерпретации если вы услышите льва Лещенко то он ее поет все время внизу и она звучит очень круто там текст классный спокойная ночь мне очень понравилась эта песня я раньше никогда я бы раньше скорее всего там много лет назад еще да там 10-15 лет назад я бы может не обратил внимание на эту песню но здесь перестраивается все и просто там текст очень интересные хочу вам ее спеть сейчас 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 вы услышите сейчас вы услышите кстати услышите вот такой эффект небольшой видите сразу звук изменился это для вокала и сейчас запустим допустим делаю громче друзья песня классная очень песня 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я ждал это время, и вот это время пришло Те, кто молчал, перестали молчать Те, кому нечего ждать, садятся в седло Их не догнать Уже не догнать Тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Соседи приходят, им слышится стук копыт Мешают уснуть Тревожат их сон Те, кому нечего ждать Отправляются в путь Те, кто спасен Те, кто спасен Тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойного сна Спокойного сна Вот такая вот песня, друзья Она звучит В моем исполнении Я ее изменил Лев Лещенко ее С Антоном Беляевым Ну, то есть Если вы посмотрите клип Он ее поет внизу А я Со второго куплета ушел наверх И третий куплет Тоже полкуплета Последнюю часть куплета Спел тоже наверху По-своему немножко Но она мне так Прямо захотелось Выпустить Хотя песня И в исполнении Льва Лещенко Мне очень понравилась Вот На таком спокойствии Это как песня Фантазер Которую я вам пел В новой обработке Поэтому Сейчас, секундочку, друзья Уберу пока что Оп Все, я здесь Убрал пока что Обработку Так что пишите ваши отзывы По поводу звука Мне очень важно Знать Как звук Как звучит голос Ну я думаю Теперь у нас На другом уровне Я так предполагаю Сейчас, секунду Не буду нарушать традицию Привет из Мурманска Вот, 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 вот Артуриус 21 Приветствуем вас тоже Традиция Да, приветствуем Каждого Все правильно Игорь, да, да, да Игорь, ты еще у друга из Карелии Не был в гостях Нет, Дима Пока что не был Но планирую тоже Я думаю, я думаю, что мне Мне удастся туда съездить Когда уже будет Может быть, автодом Скорее всего Это будет Тот момент Тормозит Тормозит Но у меня Так Но у меня Если бы тормозило То есть Если бы падал сигнал Друзья Я бы увидел У меня вроде бы сигнал Зеленый Стабильный Так Черкес Карачаево-Черкесии Карачаево-Черкесская республика Да, город Черкес Там красотища Архиз Да, да, да Горы Река В зимнее время Лыжи Да Была этим летом Супер Да, да Я только по слухам Знаю, что там очень круто Приезжайте Живу рядом Ставропольский край Вот так вот Да, возможно И встретимся там Как буду там Обязательно дам знать Если кто-то будет поблизости Можно встретиться, конечно О Так, нормально Все хорошо Сигнал, значит, есть Игорь, добрый вечер Где вы сейчас поете В какие дни И в каких заведениях Я думаю, вы уже, наверное, услышали Пока нигде Только для вас Не А, ты на старом пока Да, странно А, ну у тебя там Что-то было И С видеоизображением Да, картинкой было Что-то Юль А теперь И со звуком Видела Как вы Хорошо попарились Отдохнули Классно Как мне показалось Той симпатичной блондинке Понравился Демьян Сложилось Ли у них что-то Анжела Твердохлеб Я не знаю Не интересовался Дима на меня Немного, видимо Обиделся Причины нет Вообще Как бы Обижаться Ну Там Недопонимание Скорее всего Ну в общем Это мы решим Все будет хорошо Звук отличный Это хорошо Игорь Почему я прошлый стрим Не могла найти в записи Хотела досмотреть И не удалось А я не знаю Почему Потому что он По ссылке Если вы заходили То Если На В телеграме Есть ссылка А она есть Я не удалял По-моему Я не удалял Из телеграма Ссылку То вы можете По идее Посмотреть стрим Скучаете по Заграничным контрактам Полмира повидали Так-то Или уже Это все надоело И хочется жить Работать Развиваться дома Данил Скрипкин Скучаю по контрактам Но Опять Возвращаюсь С Габриелой Да Все связано У меня Осадок остался Такой Что Я сейчас Я начал думать За эти контракты И Не хочется Вообще И раньше Не хотелось Особо Так А сейчас Еще какой-то Вот Просто там Везде был С ней Были же Два контракта Мы вместе Работали И мне сейчас Это временно Это естественно Это все временно Оно потом Отпустит Пройдет Но Желание Возвращаться На контракты Нет Я хочу развиваться Дома Я хочу работать Вот Развивать каналы Свои Я знаю Что доход Здесь Может быть Очень хороший И он Растущий Постепенно У меня Есть прогресс Постепенно Именно прогресс Я не говорю За ютуб Друзья Потому что Ютуб Я особо Не развиваю Я вас поддерживаю Здесь стримами Но основные каналы Я уже озвучил Когда будет здесь Монетизация Будет шикардос Конечно Это изменит положение Вообще Наши положения Конечно Я хочу развивать Есть планы По музыкальному проекту Свою По своему У меня уже есть Оборудование Я здесь взял Из шахты Я все взял То что мне надо было Я могу писать музыку Снова Восстанавливаться Так сказать Потому что я несколько лет Не писал Раньше У меня есть даже песни Мои Собственного сочинения И стихи И аранжировки Я сам делал Только на студии Сводил голос У меня есть песни старые Но я их не планирую Как-то раскручивать Не планирую Это уже старье Скажем так Им уже Более чем по 10 лет Тем песням Я планирую Новое писать И новое И тексты В общем И музыку И буду записывать На студии В России Где-то там В Ростове Или где-либо Делать буду клипы Буду для вас Их исполнять В общем Там как бы пойдет Все постепенно Но планы такие Развиваться здесь Корабли развития не дают Контракты развития Особого Ну как сказать На начальном этапе Да Когда Если еще не путешествовал Если еще Не было такого опыта То это Это стоит того Чтобы попробовать Поработать Несколько лет Это шикарно Новое знакомство Это постоянно Ты На волне Ты постоянно Опять же Это не каждый Может так Допустим Я каждый день Распевался Перед шоу Не все вокалисты Распеваются Перед шоу Не все танцоры Разогреваются Перед шоу Допустим Я старался Все время Прогрессировать Поэтому Для меня Эти годы Прошли Не впустую Когда я работал Я старался Все время Развивать себя Если это музыка То это в музыке Спортом занимался Если вы смотрели ролики Там и на кольцах Занимался постоянно Минимум Три раза в неделю У меня были тренировки На кольцах А так Спортом Как бы Я каждый день Занимаюсь Просто Допустим Есть один день У меня такой Легкий Легкая зарядка Йога Там растяжка Больше А второй день Больше нагрузки Даю Допустим Минут на 15-20 Дольше И физических Упражнений Больше И так вот Чередую День такой День другой И воскресенье У меня выходной Но все равно Растяжку делаю Даже сегодня Я делал растяжку И на статику Поработал Немножко И все В общем Постоянно Дисциплина Должна быть дисциплина Только так Можно Достигать Чего-то Главное Не останавливаться Несмотря даже На трудности Все будет отлично Да Полмира повидал Конечно Это Здорово Я Каждому Желаю Попутешествовать Открывается Здесь Очень много Границы Открываются Какие-то Ограничения Открываются Взвешиваешь Фильтруешь Познаешь Что-то новое Изучаешь Это очень интересно Особенно Если человек Стремится К познанию Чему-то И ищет Что-то новое Наблюдает На что-либо Я думаю Некоторые Меня поймут За людьми За всем За обстановкой Это все В пустую Не проходит Эти годы Вообще Просто Шикарные годы Но дальше Новый путь Просто Я хочу Изменить путь У меня Сейчас Просто Такие перемены Вообще Серьезные перемены Я думаю Что все будет хорошо В самом начале Всегда тяжело Я был на волне На гребне волны Так сказать Было все четко Я думал Что все под контролем Все хорошо Работаю Собираем деньги Все Планы Цели Там четко Идем к целям Ну бамс Все Всевышний Меня перенаправил Вселенная сказала Тебе Лучше Иди Этим путем Тебя тут Ждет Успех И все По любому Будет все хорошо Поэтому Меняю Планы Контракты Не хочу Не хочу Скучаю Конечно По сцене Скучаю Но все Все впереди Я же не закончил Петь Все Все только Начинается У меня такие планы Вот сейчас Видите Уже звук Настроил Постепенно Постепенно Все лучше Лучше Такие планы Я не хочу Все озвучивать Потому что Сам убедился Что иногда Планируешь Что-то В срок Сделать И Что-то Мешает И не хочу Быть балаболом Поэтому Все увидите Да Да Привет В руке Я вам Об этом Говорил Все меняет Подача Другая Так Игорь Привет Всем Игорь Вы сегодня Как бы Да Поездка в шахты Повлияла Я думаю Что Поездка Повлияла Тоже В какую Сторону Не знаю В любом Случай Да Но я думаю Что В хорошую Сторону Всегда Надо думать Только так Только так Только в хорошую Сторону Все Поэтому Я рад Что я настроил Звук Это Для меня Было Очень Важно Потому что Я Я хотел Именно Вот Хотел Чтобы Такой Был Хороший Звук Игорь Что с Квартира Ремонт Движется Да Вроде бы Движется Чуть Чуть Зашевелились Там Больше Каких-то Работ Проводится Вижу Дом Визуально Меняется Но Не буду Торопить События Просто Это Вот Буквально Там Пару Недель Как я Заметил Что Что-то Визуально Начало Меняться Ну До Конца Года Я Сомневаюсь Что Они Закончат Вокруг Вас Делают Частный Сектор Да 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 Так Это Алена Устранила Конкурента Ну Я думаю Что Алена Она Я Это Заметил Еще Когда Я Разговаривал С ней Во-первых Она Сказала Что Естественно Я ее Понимаю Она Она Со Своим Оборудованием У меня Допустим Все Есть Кроме Спикера Концертного У меня Нет Колонки То есть Уже Есть Звуковая Карта Есть Все Есть Микрофон Чтобы Можно Было Петь Но Нет Колонки Хорошего Для Хорошего Звука И А у Ни Это Все Есть Поэтому Она Там У них В Приоритете Скажем Так Фаворитка В Любом Случае Потому Что У нее Есть Своё Оборудование У меня Я Когда У них Работал Я Использовал Ее Оборудование Очень Важно Иметь Своё Спокойный Эвергрин Здорово Здорово Спасибо Тебе Горю За Песню Счастья Тебе Дорогой Спасибо Ирина Спасибо Игорь Твоё Пение Шедевральное Спасибо Друзья Неужели Так Просто Я Очень Рад Что Вам Нравится Мне Очень Важно Чтобы Я Вас Заряжал Да Вот Это Звук Супер Звук Супер Здорово Всем Кто Еще Не Спит А Ложиться Спать Спокойной Ночи Спокойного Сна Да Я Очень Рад Что Дориан Спасибо Шикарный Голос Спасибо Звук Класс Но Песня Мне Не Очень Я Знаю Друзья Кому То Она Может Не Понравиться Я Допустим Пел Маме Она Маме Не Зашла Но Я Допустим Если Я Чувствую Ее Я Для Вас Буду Исполнять Потому Что Нас Много Правильно Кому Понравилось Кому То Не Понравилось А Кому То Нравится А Кому То Нет Также Блогер Кому То Он Нравится А Кому То Нет Или Все Все Остальное Тоже Поэтому Друзья Если Просто Я Почувствовал Эту Песню Я Вам Буду Стараться Всегда Исполнять Такие Вещи Ну Там Текст Вот Согласитесь Подумайте Если Задумаетесь Глубокий Текст Прочтите Его Или Переслушайте В моем Исполнении Даже Звук Супер Впечатляет Аркадий Черняев О Здорово Я рад Я очень рад Я так хотел Этого Если бы Вы меня Видели Вчера Я вчера С ума Сходил Я вчера Это Как у меня Я ужаленный Был Я сидел И танцевал Тут Перед Ну Я Слишком Был Подорванный Вчера При вас Я такой Сдержанный Более Более Сдержанный Звук Отличный Голос Супер Процветание Тебе Все У тебя Получится Ирина Благодарю Вас Благодарю Звук Нравится Голос Звучит Полнее Мощнее Конечно Видите Когда Мне Я слышу Четко В наушниках Музыку Я отстроил Себе Громкость Своего Голоса У меня В ушах Я четко Себя Слышу Мне не надо Форсировать Голос Это Очень важно Для Вокалистов Стримеров Вокалистов Аноним Благодарю Вас Благодарю Это Очень важно Почему Я Постоянно Срывал Голос Во-первых Я пою Часто Сейчас И на Стримах Много Говорю Допустим И еще Пою Без Микрофона Голос Садится Вообще Я Просто Я уже Срывал Голос Поэтому Я знаю Что это Такое Я Бывало Я старался Так его Аккуратно Не дотягивать Где-то В общем Чувствовал Себя Некомфортно Сейчас Гораздо Комфортней Поэтому Так Звук Нравится Голос Звучит Полнее Мощнее Да Теперь Все На Высшем Уровне Звуки Пения Спасибо Приветствую Вас Игорь Стабильного Стриминга Спасибо Сергей Владимирович Благодарю Вас Мы Сегодня Услышим Вашем Исполнении Что-то Ваше Или В другой Раз Что-то Мое Ой Но Старые Песни Я Честно говоря Я старый Я их Даже Не Репетирую То есть Я их Даже И не Слушаю Уже Очень Давно Как-то На Стриме Их Ставил И Тексты Позабывал Чтобы Мое Что-то Новое Надо Писать Именно Аранжировку Я буду Конечно Буду Писать Вы Будете Их Слышать Эти Песни Обязательно Привет Игорь Привет Всему Чату Иркутск Не Спит Приветствуем Вас Лариса Соколова Звук Как будто Вы Рядом Сидите Вот Класс Микрофон От Сенхайзер Да 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 Причем Этот Микрофон Я Покупал Сейчас Скажу 2013 Год Вы Представляете 10 лет Микрофону Я Просто Не на каждом Контракте С ним Работал На Двух Контрактах Я его Брал С собой Там Везде На контрактах Дают Микрофон Но Я Были Пару Контрактов Где Я работал Со своим Но В основном Мне давали Я работал С С тем Что давали Они Хорошие Там Очень Дорогие Микрофоны Тоже И Этот Микрофон Я купил В Европе Тогда В Европе А нет Не в Европе Я приехал сюда И заказывал себе В интернете Я его Купил Он стоил По моему 500 С чем-то Долларов По моему Я в доллар Доллары Потому что Я тогда Все считал В доллар Я не помню В гривне Сколько это было Или в рублях Тем более В долларах Это было 500 Чем-то Долларов Но Мне сделали Скидку Я его За 450 Долларов Купил Это Полупрофессиональный Это Для Своего Для Этой Цены Это Очень Качественный Микрофон Многие Вот у меня На корабле Тоже Музыканты Вокалисты Работали С таким Микрофоном Я посоветовался В принципе Я его И выбрал Потому что Цена Невысокая Ни низкая Но и невысокая Потому что Там Вот Алена Врич Работает С микрофоном Который стоит Там За 1000 Долларов Но Я пою И она У меня Звук Такой же По качеству Цена Разная В два раза Но Просто я его Тогда оценил Я слышал Как Пели Другие Вокалисты Работали С ним И мне Понравился Звук И я Взял Себе Этот Микрофон Поэтому Спасибо За То Что Оценили Веном Оценил Микрофон Действительно Очень Хороший На что Обиделся Демьян Он Обиделся Видимо Но я ему Даже звонил Он Сбросил Звонок Позавчера Друзья Не то что Я знаю Что мы Все наладим Общение Все будет Хорошо Но он Обиделся Видимо По Причине Что Вот В бане Я выставил Оставил Его песню Ту Которая Там есть Он На гитаре Играет Он Ему Не понравилась Эта песня В его Исполнении Друзья Это понятно Не будем Лукавить Демьян Он же не профессиональный Певец Он Не оперник Он У него И он Только начал Заниматься Вокалом Там Допустим Но он Теряет Тональность Часто В исполнении Песен Своих Это я слышу Я просто Ему Я его Поддерживаю В этом В любом Случай Потому что Он делает Это от души И я Оставляю Все равно Его песни Не все Потому что Он обиделся На то Что написал Мне там Игорь Там была Другая песня Лучше Ты меня Позорил На весь мир И я Такой Был в шоке Но просто Другие песни Прозвучали В его Исполнении Похуже Я выбрал Я всегда Стараюсь Выбрать Получше То что лучше Звучит В его Исполнении Что касается Песни Странно Что он Этого Не слышит Ну Я На него Не обижен Ни грамма Вообще Я думаю Что мы С ним Пообщаемся И он Поймет Переосмыслит Все Просто Не могу Понять Там Кое-чего Надо Понять Для себя Ну Это так В общем Вот И он Обиделся Что я Выставил Не ту Песню Которую Он Посчитал Нужной Но Если бы Он мне Сказал Игорь Выстави Такую-то Песню Я бы Выставил На Вот Просто Не выбирая А мне Приходилось Слушать Пять его Песен Четыре Или пять Песен Он спел По Несколько Раз Я Переслушивал И мне Ну Мне Было С моим Слухом Любая Любой Фальш Мне Очень Сильно Я даже Слышу Когда я Могу Где-то Где-то Не дотянуть Там Мне Самому Неприятно Когда Кто-то Поет Фальшиво Меня Это Цепляет Сильно Я Не Хочу Напрягать Таким Тоже И Аудиторию Свою Слушателей Наших Зрителей Я Стараюсь Выбирать Более-менее Почище Его Исполнение Но Он Видит Это Иначе Я Ему Скажу Что В следующий раз Он будет Выбирать Сам Песню Он Меня Избавит От Выбора Вот Этого Я Меньше Буду На это Тратить Время При Монтаже Потому Что Я Теряю Время Очень Много В итоге Он Потом На Меня Обижается В общем Он Сам Выберет В следующий Раз Песню И Именно Вот Такую Песню Я И Оставлю Все Подряд Я Не Буду Оставлять Потому Что Я Даже Своего Не Оставляю Всего Подряд Я Спел Где-то Шесть Или Семь Песен Тогда В бане Оставил Всего Одну И Тони Целиком А Он Обиделся Где Остальные Песни Остальные Прозвучали Еще Хуже Просто Еще Хуже Вот Это Просто Правда Я Не Я Не Пытаюсь Его Унизить Там Или Позорить Он Шикарный Человек Замечательный Повар Замечательный Друг Шикарный Кузнец Золотые Руки Творческий Харизматичный Интересный Человек Мудрый Пусть Он Там Безграмотно Пишет Да Говор У него Тоже Такой Какой Есть И Поет Ему Еще Надо Работать Просто Я Не Хочу Все Подряд И Потому Что Не Всем Это Нравится Я Хочу Чтоб Все Было Четко Понимаете Но Его Это Обидело Мой Выбор Песни Его Обидел Ты Меня Опозорил На Весь Мир Я Тебя Этого Не Ожидал Чего Не Ожидал То Что Я Стараюсь Его В Лучшем Свете Показать В В Чем Такие Вот Дела Жаль Конечно Но Думаю Что Он Переосмыслит Все Будет Хорошо Мы Будем Общаться Дружить Продолжать Все Будет Отлично Но Он Такой Человек Обиделся Немного Пусть Время Пройдет Все Будет Хорошо Спасибо Спасибо Родителям За Такого Сыночка Маму Твою С Днем Матери Спасибо Ирина Спасибо Огромное Передам Обязательно Игорь Английский И русский Испанским Не владеете Испанским Не владею Да Английским Владею Неплохо Испанским Похуже Гораздо Хуже Но Кое-что Могу Хватать Понимать То есть Когда я слышу Говор На испанском Языке Речь То я Могу Что-то Выхватить И сложить Как бы То есть Логически И понять Смысл О чем Идет речь Но Испанский Специально Не успел Выучить А теперь Нет Да все Ладно Я утрирую Все хорошо Очень хороший Микрофон Слышны Звуки Даже Вдалеке Да Но Я постарался Отстроить Так Чтобы Не было Лишних Звуков Вам Музыка Слышна На фоне Скажите Пожалуйста Фон Играет Музыка Все Есть Музыка Микрофонов Странно Странно Что он Увидел Другое Вот В моем поступке Допустим То что В моем монтаже Видео Я думаю Что Опять же Это все Все Образуется Все Все Будет Хорошо То есть Просто Как пособие Поддержка Ежемесячная На человека То есть Ну Как Пенсия Считается Ну В общем А минималка Друзья Напишите Кто В курсе Имена Вот Чтобы Я Я знаю Информацию Но я Не хочу Быть Искажать Ее Потому что Вы живете Все Таки Там В России Знаете Больше Какая То Ну Если Кто-то Получает Пенсию Уже Так Люся Что Заработал То И Получишь Да Скажите Демьяну Что Чтобы Не обижался Нам все Нравится Друзья Да Это На дзене Вам В комментариях Надо ему Написать Поддержать Его Добрым Словом Чтобы Он Немножко Пришел В себя Потому что Глупости Конечно Это Обижаться Но Его задел Видимо Ему Что-то Не понравилось В исполнении И Это Хорошо Понимаете Вот Это Хорошо Что Он Услышал Значит Будет Прогрессировать И будет Развиваться Потому что Я Часто Его Слушаю Думаю Это Ёлки-палки Дим Ты Постоянно Думаю Про себя Ты Уже Вроде бы На вокал Начал Ходить Ну Не хочу Ему Говорить Пока Что Ну Уже Придется С ним Поговорить На эту Тему Я Все Ждал Чтобы Был Результат Какой-то Услышать Его Как Он Будет Петь Но Пока Что Не Говорили С ним На эту Тему Так Тю Пусть Не обижается Передайте Димяну Что мы Его Любим И ждем На стриме Да Обязательно Передам Люся Пенсии В России Разные Все Зависит От стажа И заработной Платы Но Минимальная Минимальная Пенсия Хотя бы Понять Я тоже Ложу Слышу Димян Приходи Споешь Что захочешь Да Да Слышно Все Конечно Друзья У тех Тем У кого Есть Слух Они Все Слышат Понятно Просто Другие Песни В его Осполнении Тогда В бане Были Пожестче Так Сказать Если Так Можно Выразиться А Игорь Игорь Пока Выйдет Из Дома Да Не Нормально Все Я могу Это Все Слушать Но Когда Человек Это Слышит И Уже Осознает Осознательно Хотя Бы Не Будет Споров У нас В этом Смысле Понимаете Не Будет Недопониманий Да Фон Есть Все Отлично Хорошо Понял Слышно Окей У меня Пенсия 25 тысяч У мамы 29 У меня 23 Игоря Ты скажи Димону Слушай Брателло Ты мне Песня Как Песня Какой Сказал Не Сказал Вот Я И Взял Поэтому Братан Обижайся Обижайся Только На Себя В Принципе Так Я Ему И Скажу Это Точно При Встрече Он Просто Все Ремя Хочет Что Чтобы Я Выставлял Все Я Фильтрую Скажем Так Где Грязь Я Фильтрую Опять же Странно Что Он Обижается На То Что Я Выставил Его Песню Да Ту Которую Выставил А То Что Он Матерится Вот В Кадре Я Не Обижаюсь На Него На Это Нет Просто Я Ему Все Ремя Делаю Замечания И За Кадром И Когда Не Снимаю Я Говорю Дима Это Елки Елки Палки Скверно Скверно Словие Не Украшает Тебя Вообще Никого Не Украшает Так 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 Такая Речь В общем И Он Все равно Матерится То Это Его Устраивает Понимаете Как бы Много Нестыкового Таких В общем Да Димьян Поет Душой И Мы Тут Не На Смотре Вокального Искусства Мы Любим Его Харизму И Его Непосредственность Это Его Изюминка Да Мы Любим Его Таким Какой Он Есть Все Верно Все Верно Правильно Сказали Разный Регион Разный Заработок За Жизнь Разные Пенсии Я понял Слыхал От другого Блогера Из Мариуполя Что Мариуполь И Приазовья Приазовья Хотят присоединить К Ростовской Области Я об этом Уже Сергей Владимирович Говорил Даже еще В начале Этого года Говорил На одном Из стримов И не на одном И недавно Говорил Снова Потому что Снова Спросил У человека Из администрации И мне сказали Что да Весной Они сначала Планировали Зимой Но Перенесли На весну Референдум Мариуполь Будет Референдум И Мы будем Переходить В Ростовскую Область Или Ростовскому Краю Да Так ли это Каковы Мнения Мариупольцев О референдуме И Присоединении Ну знаете Я Вот кого я знаю Я на эту тему Спрашивал Не одного Моего друга Моих знакомых Друзей И Они говорят Да хоть бы уже Быстрей Быстрей бы уже У разной Возрастной категории Спрашивал людей Знакомых своих Вот Мариупольцы Мариупольчане Хотят Быстрее Под Ростовскую Область Причины Я думаю И так Понятны Пенсии От 15 И до Стажа Нет Игорь Спасибо За прекрасный Опыт Спасибо вам Мэри Груликова Игорь Спасибо За прекрасный Опыт Спасибо вам Спасибо Игорь Надо Мириться По горячим Следам Не нужно Ждать время Сделай Первый шаг Да Да Это я Звонил ему Он сбросил Я хотел Сейчас погода Эти проливные дожди Я конечно Я хочу Зайти к нему Сегодня даже думал Ну проливной дождь Я был в центре города И Ну проливной дождь Я просто стоял Под навесом И Ну была мысль У меня Зайти к Диме Но Но это не оправдание Это как есть Как есть Но дождь Все таки Меня Это Поменял Мои Скажем так Мысли Это не унизит Тебя Сто процентов Да А даже Возвысит Будь мудрее Время Отдаляет Дружбу И разрушает Знаю по себе Спасибо Да Спасибо за совет За Я Так и сделаю Почему бы Димьяну Не открыть свой канал И петь песни Хоть по Двадцать штук В день Друзья Диме Ему надо Разбираться Как это делать Сначала Изучать Этот вопрос Почему с вами Рядом нет Жены Я бы тоже Такой вопрос Задал Почему Нет Жены Рядом А Дима Если вам не сложно Перемотайте Стрим назад И послушайте Я уже просто На каждом стриме Об этом говорю И часто Я вас не виню Вы просто Редко заходите Но Устал Объяснять Сто раз А Дима Теперь с интернетом Сидит сейчас И слушает Юля У него интернет есть Не знаю Слушает ли Но Если он слушает То я рад Что он слушает Нас Он услышит Только теплые слова От вас И от меня Тоже В принципе Я же о нем Неплохо говорю А наоборот Так что Я только за Работа в Мариуполе Есть? Да Работы Хватает Всякое разное Но конкретно Ведь люди Разные Допустим Если у меня Вот есть хорошая подруга Она сейчас в Италии Она творческий человек Художница Она там С сыном в Италии Находится У тети Хочет вернуться В Мариуполь Но она ждет Когда восстановят Школу искусств Возле драмтеатра Она хотела Вернуться Этой осенью Но школа искусства Еще в процессе Восстановления Там еще надо ждать Я думаю До весны То есть Смотря какая работа Работы полно Но смотря какой работы Поэтому Тут в этом вопрос лишь Как Габи Восприняла Твой приезд Я пропустила Спокойно Все хорошо Как будто бы Ни в чем не бывало Просто без друзья Без каких-то близких Без контакта У нас У нас хорошее общение Раиса встретила Она пришла вечером С работы Я приехал в обед Уже был у них Раиса пришла Вечером Была очень рада Меня видеть Она улыбалась Она улыбалась Искренне Я это знаю Я это вижу Общались с ней Два дня То есть После работы Всегда мы общались На хорошей ноте На позитиве Очень доброе Доброе общение Просто Тяжело Морально тяжело Мне конечно Особенно когда Вот все хорошо Общаемся Как раньше А я не могу А жены Как бы Она вроде бы рядом Но ее нет Поэтому В этом Круто 102 зрителей Есть стримеры С подписчиками Плюс 100 Тысяч У них Никогда Плюс 300 На стримах Молодец Спасибо Данил Скрипкин Но у меня тоже Немного подписчиков Точнее Зрителей На стримах Не знаю По какой причине Возможно Либо звук Я заметил Что когда я раньше Пел Без микрофона Я Я знаю Что звук Паршивый был Потому что Первое Это Не отстроенный В общем Не отстроенный звук Я знаю Что это Что это Такое Плюс Я форсировал Старался Петь громче В общем Это совсем Разные вещи Поэтому Я думаю Что не всем Было приятно Слушать такой звук Когда я пою Только вот Самые сильные Оставались всегда Кто меня поддерживает И мне это приятно И Вы будете Свидетелями Как я буду расти Вот С чего мы Начинали с вами Какие были раньше Стримы Потом какие будут Все лучше Лучше И дальше будет Не только будут Стримы И так далее То есть И Все будет В гору идти Конечно же Когда Качественная Картинка А также Качественный Звук Это все Меняет Как в видеоблогах Влогах Блогах Так и На стримах Это Очень важно Почему Я хочу Допустим Себе Новую камеру Там я уже Она стоит Там 50 Чем-то Тысяч Камера Экшн Камера Просто Новые версии Модели Повыходили Я хочу Взять Там Я хочу Улучшить Картинку Там будет При Плохом Освещении Более Насыщенно Более Детализированная Картинка Качество Картинки Понимаете На Новой Камере Я сейчас Вот То что я Для вас Снимаю Вечернее Время Там В 3 В 2 В 3 Часа Это уже Считаю Вечер Зимой Потому что Темнеет Раньше Гораздо И Я вытягиваю Цвета И свет В основном В программе При монтаже Камера Этого На камере Тоже Там Дольше Возиться Я все это Делаю При монтаже Уже Конечно В общем Так Давайте Друзья Знаете Какую Песню Теперь Я спою Фантазер Ты Меня Называла Фантазер Мы С тобою Не Пора Только В другой Обработке Не в оригинале А Вы знаете В какой Сейчас Где мой текст Тексты Я пока Они мне уже Откладываются Я их специально Не учу Друзья Поэтому Я читаю В основном Песни По тексту Но Постепенно Я их выучу Конечно Буду все Петь Наизусть Но Самое Главное Что я Делаю Это От души Это Самое Главное Так Фантазер Где ты Где ты Фантазер Фантазер Нашел Тебя И Минус Добавляем Вот так Все я выдумался Потому что Был след Непроглядный Туман Непроглядный Туман И не Выпавший Снег Песня Нежных Сердец Под аккорд И дождем И счастливый Конец И Счастливый Конец И Конечно Тебя Я к тебе Приходил И морозы И зной Я тебе Говорил Я тебе Говорил О любви Неземной Что ты Очень нежна И на все Я готов Но тебе Не нужна Но тебе Не нужна Неземная Любовь Фантазер Ты Меня Называла Фантазер Мы С тобою Не пара Ты Умна Ты Прекрасна Как Фея Ну А Я Я Люблю Все Сильнее Все Началось Как дым Без тревоги Потерь Ты Сегодня С Другим Ты Сегодня С Другим У Тебя Есть Теперь Беземные Мечты Беземная Любовь Что же С нежностью Ты Что же С нежностью Ты Смотришь В прошлое Вновь Фантазер Ты Меня Называла Фантазер Мы Мы С тобою Не пара Ты Юна Ты Прекрасна Как Фея Ну А Я Я Люблю Все Сильнее Ну А Я Я Люблю Все Сильнее Мечты Вот так вот. Звук, конечно, да? Совершенно другой звук. Я кайфую. Я кайфую. Просто я не напрягаюсь. Я так легко это... И, ну, в ушах. У меня хорошие наушники. Они тоже вот из серии... Это профессиональные наушники. Хорошие, но не из дорогих считаются. Они всего там за 15 тысяч рублей. Я их покупал, по-моему, если я не ошибаюсь. Но, конечно, там есть и за 30, за 40, за 50 крутые, и там и больше, и за 100, и выше. Там вообще бомба. Но я взял, опять же, вот так же, как выбирал микрофон тогда, чтобы это были не дорогие, но качественные... Качественные именно вот. Аудиотехника. Очень классные наушники. Так. Так, так, так. Мы сегодня с вами попоем, друзья. Все попоем. Я сейчас кайфую. По-другому. Я просто радуюсь. Кайф. Но слово кайф не очень. Это не мое слово. Просто выражаюсь. Это как-то, ну, привычка. А вообще радуюсь. Я очень рад тому, что звук наконец-то совсем другой. И я могу радоваться. Не наслаждаться, наверное, не кайфовать, а вот радоваться тому, что делаю. Мне очень нравится. Пение это просто вообще. И когда такие песни, они настраивают на нужную, на правильную волну какую-то, они музыка. Мы же знаем, что музыка это другой мир, и музыка влияет на все. На человека, на окружающую среду, на все живое влияет. Даже, наверное, и не на живое. Потому что это все-таки частоты, а их частоты видят и слышат даже ушедшие люди, да? То есть музыка влияет на все. Мы сами знаем, что были эксперименты, есть видеофильмы документальные, где подтверждают, что музыка влияет на воду, на продукты, на продукты, на вот там, где в Японии эксперименты такие ставили с водой, с музыкой, там, с заморозкой. Ну, в общем, интересные фильмы есть. Фильмы «Вода». Если вы кто-то не смотрел, посмотрите «Вода», по-моему, он называется один из фильмов. Но их несколько серий разных. И в России снимали такой фильм, и в Японии. Японцы снимали там, в общем, их достаточно интересных. И музыка влияет очень. Вот я выбираю такие песни, которые настраивают на что-то хорошее. Чтобы не было пустословия в тексте. И стараюсь делать это от души, конечно. Я радуюсь. Очень. Давайте, чтобы далеко не ходить, сразу мы пробуем тогда, пока я это... Так, вот эту сначала. Тексты, тексты. Песни будут по-другому звучать теперь. Все теперь по-другому будет. А дальше будет только лучше. Мы все знаем эту песню, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить, плевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше, чем мы Лучше, чем мы Когда меня не останет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Ой, мама Когда меня не останет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Ой, мама Нас не стереть Мы живем на зло Пусть не везет Но мы свое возьмем Это небо вместо сцены Здесь все вверх ногами И эти звезды в темноте Тобой зажженных фонарей Эй И мы снова древески И нас не починить Плевать Ведь наши дети будут лучше, чем мы Лучше, чем мы Лучше, чем мы Лучше, чем мы Когда меня не останет Я буду петь Голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Ой, мама Когда меня не останет Я буду петь Голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Ой, мама Когда меня не останет Я буду петь Голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Круговорот людей Ой, мама Когда меня не останет Я буду петь Голосами Моих детей И голосами их детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Круговорот людей Ой, мама Когда меня не останет Я буду петь Голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Моих детей Ой, мама Моих детей Моих детей Моих детей Что, продолжим? Где она? Текст, 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 текст Офигенная песня Офигенная песня И мне аранжировка Вот эта вот версия Река Река моя в огне 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 Вино Вино допито Свет погас Но дом чужой Чужая жизнь Чужая женщина Разбудит Но боль потери Не останется со мной Пока истерзанное сердце Биться будет Пускай тепло твое Останется с тобой А мне мой лед Несбыточных желаний Я стал одним из всех Солюсь теперь столбой И поплыву в поток Разочарований Я не забуду тебя Никогда Твою любовь Твою печаль Улыбки и слезы А за окном Все так же стонут Провода И поезд мчит меня В сибирские морозы А за окном Все так же стонут Провода И поезд мчит меня В сибирские морозы Я не забуду тебя Никогда В сибирские морозы 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 В сибирске В сибирске В сибирске В сибирске Салям такой красивый вообще, гитара, ломба просто. Даже не хочется прерывать, до конца хочется слушать. Класс! А так вот, друзья, песни были, прозвучали для вас. Хорошие песни, хорошие слова. Немножко поотвечаю на ваши вопросы, почитаю вас, потом продолжим. Так, 104 зрителя, красавцы, да? Кстати, а сколько зрителей сейчас? 99 сейчас, на данный момент. Не, ну в любом случае, так вот, кстати, надо брать, вот так вот сделать. В любом случае, сегодня побольше зрителя. В прошлый раз было меньше. Будем наращивать, наращивать аудиторию. Больше адекватных, добрых, светлых людей. Приветствуем, только приветствуем. Будем заряжать. Так, о, какие люди в наушнике. Олимпика, привет из Сибири, Томск. Да, сегодня просто у меня весь звук, я слышу свой голос, музыку я слышу здесь. Если я сниму наушники, я не буду ничего слышать. Только буду, в общем, а мне важно слышать, какая подача. Я регулирую микрофон ближе, дальше от себя и так далее. Мне так лучше, удобнее. Это более профессионально, так скажем. Если бы были маленькие мониторы, есть такие, можно приобрести, но это в будущем. Тогда они будут маленькие, их просто в уши втыкаешь, и, конечно, не будет наушников. Но это хорошие наушники, профессиональные. Я их брал специально для работы с музыкой. Поэтому они, пусть они объемные, да, но зато звук и у вас, и у меня бомбезный. Демьяну надо выставить хороший ужин. Возможно, приготовить из ингредиентов шедевральное блюдо. Демьян оценит... Я понял. Возьми по дороге к брату хороший коньяк. Он поймет. Да, да, надо. Надо будет с Димой пригласить его на ужин куда-нибудь друга. Либо прийти к нему с продуктами. Все будет хорошо. Игорь, я не могу ее понять. Ты такой искренний человек, а это самое главное в людях. Лариса Соколова. Я благодарю вас за поддержку, за комплимент. Люди разные, видите. Я тоже. У меня вопросы здесь в голове до сих пор. Я не знаю. Столько пройти и взять. Так, бамс. Ведь... Ну, это, возможно, это посттравматический синдром. Сегодня вот с другом общался. И он тоже это озвучил. Скорее всего, конечно же, она просто подальше хочет отсюда. Это не значит, что она не любит Россию. Она очень любит Россию. Она смотрит новости российские. Ее мама смотрит новости российские, я это знаю. Смотрит российских блогеров, смотрит. И Габриэла тоже. И мама ее смотрит даже сериалы российские. Они любят Россию. Это не значит, что они не любят, хотят свалить быстрее из России. Нет. Они любят Россию. Она... Друзья, не будем в политике об этих событиях. Я имею в виду... Я просто-просто... Просто-просто говорю. Не люблю, не люблю повторять, повторять. Я не повторяю, не повторяю, да? Короче, я думаю, что у нее какая-то травма осталась в любом случае. И она хочет подальше просто отсюда. И она мне так сказала. Я просто... Я не хочу. Я точно не останусь здесь. Вот так вот. И она так это говорила, будто бы, ну, в чем, думаю, Странно. Очень, ну... И тут лишь... Только эта причина может быть. Почему она и не хотела в Мариуполь возвращаться вообще? Вообще. Да, она наблюдает. Она смотрит ролики мои. И она даже стримы иногда смотрит, я так понимаю. И видеоролики. Может быть, не все. Ее мама смотрит. И они видят, как Мариуполь развивается. Расстраивается сейчас. Преображается. Габриэла сама сказала. Какой красивый. Какие красивые улицы. Парк там, допустим, Приморский. Городской сад. А там же еще... Вот я снимал городской сад. Там еще кое-что появилось. Уже, говорят, аттракционы какие-то поставили. Что-то еще там. Ну, я еще там не был, поэтому я не могу подтвердить это. В общем, сниму обязательно. Будет поприятнее день. Хотя бы не дождь, естественно. Потому что дожди сейчас не походишь под дождем. И городской сад еще буду снимать. Прогресс. Как он будет развиваться. Преображаться. Наверное, в Мариуполе так. Строители. Сфера услуг. Учителя. Воспитатели. Наверное, полиция. Это да, да. Да, да, да. Все верно. Все верно. Игорь, а ты не спрашивали? Кубинки твои стримы не смотрели? Да, только что сказал, что смотрят. Смотрят. И Габриэла сама сказала, что смотрит стримы. Да. Сталевары, сварщики, слесаря. Да, да. Это все к строителям, наверное, относится. Сталевары, сварщики, слесаря. Это все-таки, наверное, к сфере строительства относится. Какой Дима ранимый и обидчивый. Ну да, видимо, его зацепило это сильно. Значит, услышал, видимо, что-то. услышал в своем исполнении. И опять же говорю, повторяю, что это лишь на пользу ему будет. Что он услышал, значит, будет исправляться. Ура, Игорь, мы самые сильные. Мы с тобой. Мне 60, а я с вами как ребенок. Спасибо тебе за все. Благодарю вас, Елизавета Василенко. Здорово, здорово. Геннадий Мариуполе. Азовсталь не работает. Да, друзья. Азовсталь еще, это стопроцентная информация, на сегодняшний день Азовсталь до сих пор все еще разминируется. Некоторые участки завода все еще заминированы. И еще долго, долго еще это будет идти, тянуться резина эта. Зачищаться он еще будет долго, думаю. Большая, очень большая территория. Очень большая территория там. Еще много, я даже подозреваю, что возможно, что кто-то еще даже где-то еще и прячется там. Там же бункеры есть. И там продовольствие, они свозили все туда. Там они затарились так, что не на один год может хватить продовольствие. Поэтому ведь уже было такое, что озвучивали в этом году, по-моему. В этом году, то ли весна, то ли лето, кто-то уже пытался оттуда выйти. И их приняли. То есть, если вот, всего несколько лет, ой, я говорю, месяцев назад, кто-то уже год прошел. После окончания, скажем так, событий в Мариуполе. Более года. А они все еще выходят оттуда. Поэтому, кто знает. Азовмаш, а там слесаря, да. Ох, круто. Настя Абакумова. Благодарю вас. Игорь, если будет настроение, споешь мою любимую песню. Дориан, напомни мне, пожалуйста. Напомни мне. Возможно, я помню, а возможно, я нет. Не супергеру. Озвучь, пожалуйста. Это да, я знаю. Ильича Бородко, конвертерный цех. Там проработал 7 лет. Ого. А, да, ты мне говорил что-то. Да-да-да, Гена, помню. Предлагаю узнать средний возраст подписчиков. Давайте напишем наш возраст. Игорь озвучит. А давайте, друзья. Кстати, интересно. 37, Настя Абакумова. Оп, сейчас, простите, у меня перескочило. Ух ты, сколько сообщений уже появилось. Да, 37 лет, это здорово. Это я удачно зашел, люблю эту песню. Здорово, пилигрим, класс. 33. Игорь, спасибо. Веру Вену, спасибо. Круто, Игорь, спасибо, друзья. Браво, 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 отлично. Ах, Игорь, ты послушал Нитрометан, Time to Die, Веру Вену. Я послушал. Но она мне не очень... Я помню, я скопировал ее, сохранил же, я потом послушал. Она мне не очень зашла. Я люблю такого рода музыку, но не все подряд. Я люблю... У меня есть избранные треки даже еще 13-15 летней давности, то есть тех годов. Есть шикарные хиты, красивая музыка, там танцевальная музыка, но красивый вокал, очень смысл в текстах тоже. Я всегда стараюсь перевести, о чем песня, песни поется. Но эта песня, этот трек мне не очень зашел. Буду честен Веру Вену. Я послушал. Я не забыл, я это сделал. Игорь, в твоей интерпретации обалденно звучит. Спроси... А, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. Мне очень приятно. Супер, приветик из Донецка. Настя Абакумова. Здорово, спасибо, друзья. Я очень рад, что вам нравится. Вау, какая подача песни. Она звучит мягче и романтичнее, чем в оригинале. Браво. Благодарю вас. Благодарю. Донецку привет. Да, да. Донецку привет. Для меня вы лучший исполнитель этой песни. Спасибо, Юлия. Привет, Анастасия. Приветствуем, друзья, всех, кто только зашел на стрим. Уже прозвучало несколько песен. Я ответил на некоторые вопросы. Может быть, что-то будет волновать. Если что, потом посмотрите на стриме. Перемотайте. Игорь, вот что значит микрофон. Песни совсем другого звучания. Просто супер. Повторяюсь, да. Буду много раз повторяться еще. Я вам говорил, друзья. Помните? Я вам говорил. Возможно, кто-то даже не верил. Говорил. Я уверен, что кто-то думал, а постоянно оправдывается. Возможно, это как и оправдание звучало в моем случае. Но это так и есть. Вот микрофон. Я говорю спокойно. Вы меня слышите. Более чем даже хорошо слышите. Я вижу уровень звука. уровень микрофона, уровень музыки. Громкость именно. Вы слышите все. И мне не надо напрягать голос. Я вам это говорил. Что как только я настрою звук с микрофоном, подача будет другой. Да, совсем другого звучания. Просто супер. Не могла слушать фантазер. А сегодня заслушалась. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Расскажи, как обстановка в Мариуполе. Яна Карпиченко. Да, ну как сказать. Стройки, везде стройки. Обстановка людей много, достаточно людей. Много повозвращалось людей. Вот этой осенью, в сентябре, был приезд большое количество людей. На КПП, допустим, когда проезжаешь вот КПП, в сторону России, да, много видно, что... То есть, обращая внимание на легковые машины, едут машины с чемоданами, допустим, багажник забитый чемоданами. Это говорит о чем? Люди возвращаются. То есть, это уже хорошо. Отопительный сезон уже начался. Уже начался, точнее, а не начался. Начался. И тепло в квартирах, в домах. Все хорошо. Так, крутая, круть какая. Татьяна Пичугина. Спасибо вам, спасибо. Ревер делает звучание более живым. Вот сейчас я без ревера общаюсь с вами. Я просто там компрессинг, компрессор использую, лимитер, чтобы, в общем, все было на уровне правильном. И ревер я в разговорной речи я просто его отключаю. Он не нужен. В исполнении я, да, настроил концертный ревер. Там можно было, я чуть меньше его сделал. Я не люблю, когда сильно много ревера. Я думаю, что его не сильно много, правильно ведь? Я надеюсь. Потому что я очень не люблю, когда слишком много ревера. Просто он решает многое, конечно. Настройка микрофона решает многое. Вот у нас, у меня был опыт такой на корабле. И не только у меня, у вокалистов наших ребят. В начале контракта все отстроили, все было шикарно. Потом поменялся звукорежиссер в рубке. Приехал, предыдущий сошел с корабля, контракт закончился, а и новый сел. И он начал перестраивать там все по-своему. И была такая каша. И у нас звук изменился в мониторах, в ушах. У нас такие наушнички, мониторы были. Изменился, и все. И мы начали форсировать голос. И уставал голос быстрее. Очень важно. Все зависит от звукорежиссера. От того, как ты настроишь свой микрофон. Если он не настроенный, даже в микрофон можно сорвать голос. То есть, можно уставать очень быстро. Я постарался отстроить так, чтобы звук был неплохой, получше, гораздо лучше. Вик Сильвер, Геннадий, эра Амена, как бы звучало. Слушал. Я скачивал его альбомы. Я меломан. А известен тебе Шон Тиас. По имени не скажу так точно. сложно сказать по имени. Возможно, слышал песни какие-то. Татьяна Сергеевна, благодарю вас. Сейчас, секунду открою. По-моему, вы что-то написали еще. Так. Итак. Сансара. Спасибо за сансару, да? Благодарю вас за донат. Спасибо вам. Сейчас, друзья, секундочку. Аноним. Друзья, поддержите музыканта. Аноним, спасибо вам. Спасибо огромное. Так. Сейчас почитаю еще чуть-чуть и продолжим песни. Песни. Отличный выбор репертуара. Спасибо вам. Спасибо. Я рад, что вам нравится. Конечно, так, Шона, Тайса и последний альбом с котом. Игорь Демьян, Игорь Демьян, вы оба потрясающие. Мне очень понравилось, как пел Демьян. Душевно. Словно и ты в этой компании сидишь с ребятами рядом. Счастливые люди, у кого такой друг, как Демьян. Я с вами согласен, Ирина Попова. Спасибо вам. Спасибо. Комэворэй, надо еще, я еще до нее не дошел. Я помню, что я ее ставил на стриме, но ее надо, даже текст, просто чтобы хотя бы текст понимать. Я ее не репетировал, честно вам скажу. Просто я там вот недавно, вчера нашел еще. Я так скажу, у меня появилась возможность пока что, скачал программу очень хорошую, и с ее помощью можно убирать голос в песнях. Но она, то есть, если я за нее заплачу, то она у меня будет всегда, да, постоянно, смогу ей пользоваться. Ну, а я не могу оплатить, потому что это, в общем, у нас российская карта, я не могу этого сделать. И, в общем, пользуюсь пока, смогу пользоваться три недели этой программой. Вот сейчас минусовки там для себя ищу, и вчера тоже, точнее, песни, не минусовки, а просто песни нахожу, которые мне действительно заходят очень, и я бы хотел их иметь в своей аудиотеке минусовок. И делаю из них минуса, в общем, убираю голос, вчера тоже несколько песен, но я их еще, я бы для вас спел, вот, Бублика даже, Михаил Бублик, вот это «Пахнет домом», как-то вы меня просили поставить на стриме, это более месяца назад, два месяца назад было, кто-то из вас просил, Бублик, «Пахнет домом», это классные, шикарные песни, такие душевные, и они красивые, и исполнение классное, и «Я сам тебя выдумал», да, «Я тебя выдумал сам» или «Сам тебя выдумал», «Я сам тебя выдумал», да. Очень тоже офигенная песня, но мне надо еще попеть ее, хотя бы, чтобы попадать правильно, в общем, поэтому, наверное, на будущее, на следующий стрим постараюсь уже подготовить что-то новенькое и еще. Друзья, на две минуточки отойду, сейчас вернусь, микрофон я выключаю, у вас будет музыка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Все, я здесь, я с вами снова. Кстати, друзья, сейчас поставлю вам вот, чтобы вы понимали, какую я еще люблю музыку и такую тоже я слушаю обожаю такую музыку и песня очень старая элтона джона только в раб в обработке танцевальная вещь поэтому сейчас мы с вами можем подвигаться потанцевать и сейчас текст открою текст сейчас будет я думаю вам понравится может не всем но многим можем танцевать это все это все и и и и и и и и Sacrifice, no sacrifice, it's no sacrifice at all. Танцуют все. Я там в начале не с того текста начал, она просто по-другому тут поется. Первый куплет пропускается вообще. И иногда, иногда будут и такие песни звучать. Surprise, just a simple reward. Непонятно, когда ступать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok Танцуют все. Мне тут неудобно танцевать на диване, но я все равно танцую. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Почему? I'm seeing lights out the window It's nothing more than a dream I know But I just can't walk away Just can't walk away I just can't walk away Ooh, 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 ooh Давайте еще одну сразу. Для вас, друзья, все эти песни для вас. Будьте счастливы, здоровы, всем вам хорошей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok And if I told you that I loved you You'd maybe think there's something wrong I'm not a man of too many faces The mask I wear is one Those who speak know nothing And find out to their cost I know that diamonds mean money for desire But that's not the shape of my heart But that's not the shape of my heart That's not the shape Shape of my heart That's not the shape of my heart Все равно для всех вас Еще раз повторюсь Желаю вам счастья, здоровья, крепкого, 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 долгих лет жизни И чтобы мы больше не проходили через такие события Мы знаем, что каждое поколение проходит через такие события Войны никогда не заканчивались Каждое поколение проходит А хочется, конечно, мира на земле нашей Когда это будет? Будем верить в то, что это все-таки настанет Когда-нибудь Немножко пообщаемся И продолжим И продолжим Пение Пока батарейка позволяет Ведем стрим Я думаю, еще час-два Батарейка должна работать Две там батарейки пальчиковые Как только сядет батарея Мы закончим стрим Но мы, я думаю, мы его закончим раньше, чем она сядет Так, так Включу фон Итак, друзья Продолжаем Так, секундочку Вот так Отлично Раз-раз-два Раз-два Я себе подстраиваю громкость в микрофоне еще Я тут отдельно могу голос вывести громче Могу музыку вывести и так далее Так Продолжаем читать ваши сообщения Так красиво С душой Спасибо за прекрасное исполнение Браво Спасибо вам Татьяна Собакарь Беру название И говорю, подавайте заявку на голос Пусть страна знает, какие хлопцы в Мариуполе Всему свое время Все будет хорошо Так Спасибо, пилигрим Гена Спасибо тоже Но ты, наверное, лайк поставил верму За то, что он диджей Игорь профессионал Но цепляет не только голосом и манерой исполнения Спасибо Это меня Это цепляет за душу, за сердце Мне очень приятно Позитив, доброта, интеллект Игорь, ваши стримы Это новые для меня имена Здорово Крис Ри, спасибо Спасибо большое Я рад Я рад, что Делаю что-то хорошее Приятное Для вас Ребята, давайте поддержим канал Игоря Он заслуживает этого Никогда не делала этого в Ютубе Где номер карты Татьяна Русанова Спасибо большое Номера карты Под стримом Указаны Спасибо большое вам Или как сбросить донат Друзья Если вы Лучше, конечно, чтобы вы на карты кидали Сразу же Прямым Если у вас есть возможность То поддерживайте меня на карту Там Сбербанк или Тинькофф У меня указан под стримом Это если есть возможность Я буду рад Я все равно Эти деньги Они меня очень выручают Сейчас Очень выручают Ваша поддержка Мне помогает В это время Сейчас Мне даже удается Немножко откладывать На камеру Опять же Не быстро получается Но Все равно Я это делаю И В общем Благодарю вас За поддержку Так Ох, Игорь Ты заряжаешь нас сегодня На 200% Своим пением И прекрасным настроением Спасибо вам А вы заряжаете меня Вот Ваш отклик Это Мне очень дорого Очень дорого Это читать Я После таких стримов Я с улыбкой Хожу Еще Долгое время И буду завтра Вспоминать этот стрим И быстрее буду ждать Другого стрима Конечно Я сейчас Наслаждаюсь Качеством звука Очень Добрый вечер Игорь Хорошего вечера Вам тоже Мария Логошина Спасибо Привет из Ростова На Дону Шикарное исполнение Шикарный голос И звук огонь Спасибо вам большое Я рад Рад очень Этому Спасибо Так Ой Перескочили В описании Есть карта Сбербанка Тинков Да Друзья Игорь Тебе Эти наушники Очень идут Ты сегодня Красавчик В наушниках Спасибо Спасибо Друзья Спасибо Круто Люблю Кузьмина Песни Я тоже Я уже говорил Повторяю Что Повзрослев Я Понял Что Мне нравятся Его песни Не все А вот Хиты Вот эти Вот Да Так Я думаю Габриэле Габриэла уедет На запад Возможно Испания Да Да Конечно Лена Данко Данко Или Данко Ее мама Планирует В Испанию Уехать И Габриэла Сначала Хочет домой Я уже Озвучивал Это На Кубу А потом Конечно Она к маме Поедет Конечно Там где мама Ну то есть Поддержка Какая-то Они друг друга Друг другу помогают Поддерживают Друг друга Поэтому Конечно Она поедет к маме В Испанию Вряд ли куда Либо еще Это вы за Мариуполь Говорите Да О Мариуполе Мы говорили Только зашел Да Мой супергерл Да Дориан Понял Да Значит Я не забыл Следующая Будет супергерл Хорошо Дориан 34 года Дарья Дарья 33 То есть Видите Друзья Есть и моложе И у нас Не только Есть старшее поколение Есть и средний Хотя Для меня Вот я Уже говорил Как-то На стриме Что возраст Это всего лишь цифра Да Мне 42 года Во мне энергии Столько еще Не представляете Вы видели бы Вы меня вчера На стриме Я вчера Вообще Ну для родных Делал стрим Повторяюсь В начале стрима Сказал это Что В общем Это всего лишь цифры Главное Какие мы Внутри Здесь Здесь Это очень важно Никогда Нельзя Неправильно Говорить Что Я уже Стар Таким образом Вы сразу же Вы Тушите себя Вы Тушите Ваш Потенциал Вы Вы Тогда вы Да Состаритесь Быстро И это Это так работает Визуально Даже визуально Человек Стареет Быстрее Гораздо Быстрее Мы это все знаем Прекрасно Тут Я ничего нового Не озвучил И мудрецы говорили И Да это Что тут говорить Просто Как только мы Скажем Что мы Старые Уже Старые Состарелись Все Мы начинаем Уже Думать Как старики Но Я не потому Что даже Там Я не хочу Это озвучивать Нет Потому что Я не стар Допустим Многие А у меня есть Знакомые Которые Там Еще в 30 Чем-то лет Говорили Та я уже Старик Та я уже Старый Там Или еще Что-нибудь Я когда их Слушал Думаю Ёлки-палки Какая у тебя Самооценка Завал Просто Сколько Ну Тогда ты Пришел Сюда На полтинечек Пожить Всего лишь Сюда Ну Какой смысл Надо жить Ставить цели Для жизни Чтобы жить Жить Цели Цели Много Много Прямо перечень И постепенно По очереди Их достигать И Нельзя Да Мы о смерти Тоже думаем Все Мы понимаем Что придет Время Это понятно Каждому Своё Мы Но мы Иной раз Мы даже Сами Его притягиваем Быстрее Мы же знаем Какими методами Способами Но Чем Дольше Мы Думаем Что мы Молоды Чем больше Мы Двигаемся Развиваемся Тем дольше Мы будем Оставаться Молоды И Даже В общем Не будем Дальше Уже Философство Уже Пошло Философство Сейчас Дима Не хватает Здесь Дима Сейчас Бы Добавил Много Чего Да 39 лет 52 Здорово А там Куда Она Уедет Может Через Некоторое Время Стать Намного Страшней Я Об этом Думал Уже Неоднократно И придется Оттуда Бежать Лариса Соколова Я Я Тоже Переживаю За нее Потому что Знаю Что Европа Не под Крылом Не под Каким Я имею Ввиду Что Она Не в Безопасности Европа Не в Безопасности Пока Она Под Крылом Штатов Там Будут Проблемы Постоянные Проблемы Постоянные Местные Жители Ведь Жалуются Сейчас Просто Это Не везде Показывают В официальных Каналах Люди Местные Недовольны Политикой Их страны Собственной Страны Поэтому Там Беспредел Большой Многие Там Думают Ой Франция Я Как я Рассказывал Что Я ездил В детстве Но В моем Подростковом Возрасте Еще Мне было 15-16 лет Я во Францию Попал Впервые Там Мне было Это был 96-97 год И Тогда Еще Франция Была Более Менее Францией Сейчас Там Гадюшник Гадюшник Кельфелевой Башни Вот я Смотрел Там Одного Из Блогеров И Блогерш Там Одной Ну То есть Они Были Во Франции Недавно Так И Рассказывали Что Там Происходит Там Гадюшник Я Им Верю Потому Что Я Видел Что В Европе Происходит В Италии В Испании В принципе Видел В Англии Гадюшник Сплошной Гадюшник Мусор На улицах Просто Аллеи Площади Центральные Засранные Засранные Просто Поэтому У нас Там Какие-то Еще Ассоциации Остались Да С детства Что Романтика Франция Париж Рефелевая Башня Так Хочется Туда Попасть Ну Когда Вы Попадете Туда Сейчас Вы Охренеете Просто Поэтому Испания Тоже Она В таком Же Положении Там Ж Мигрировали Большая Часть Мусора Эмигрировала Туда Понимаете Есть люди Хорошие А есть Не очень Хорошие Даже Очень Нехорошие Которые Там устраивают Беспорядки Беспредельничают И Это Показывают Сейчас Поэтому Я За нее Тоже Переживаю За За Габрилу За Раису И Но Она Сказала До Следующего Лета Точно Будет Здесь Пока Габрила Точно Будет Я Просто Верю Что Все Будет Просто Хорошо Как Бы Не Случилось Как Бы Не Произошло Что Бы Не Произошло Что Все Будет Хорошо Я Надеюсь На Это Да 59 лет Завтра Мне День Рождения Мой День Рождения 64 Здорово Друзья С Наступающим Днем Рождения Александра Байтельман Да Класс 65 А в Душе 25 Мария Краснодар Здорово 45 Людмила 46 Верум Венум Класс Больше Года Увидела Ролик Игоря С Возвращением Домой Да И Поняла Этот Человек Чистый С Доброй Душой Друзья Благодарю Вас За Это Благодарю Да Вспоминаю Вспоминаю Тот Год Тот Мой Приезд Мои Моё Внутреннее Состояние Было Да Даже Старался Держаться Держаться На Камеру Не показывать Эмоции За Габриэлу Тогда Очень Беспокоился Завал Завал Вообще Просто На контракт На следующий Не поехал Потому что Несколько Причин Было Но Одна из Самых Главных Причин Это То Что Я хотел Быть С Габриэла Рядом И И С родными И Поэтому Я ездил То Мариуполь То шахты Мариуполь Шахты Постоянно Да Вот так Вот Я всегда думал О фантазер Веселая песня Она и была По-моему Веселой А в вашем Исполнении Чуть Взгрустнула Интересная Подача Мне нравится Спасибо Дарья Спасибо Огромное Она Она мне Та веселая версия Мне не очень нравилась Не заходила Да Веселая Но Это зашла Прям Солнышко Приветствуем Тоже Анжела Твердохлеб Игорь Спойте Пожалуйста Песню Данко Или Данко Московская ночь Ну я Разве что С Исполнителем Могу Спеть Да Я Скорее всего Не знаю О привет Фан Фан Фанк Или Фанек Приветствуем Тоже Это я Мистер Бист А Понял Понял Хорошо Элтон Джон Супер Нравится Элтон Джон А Ворд Инспэниш И другие Балут Спасибо Да У него есть Красивые песни Очень красивые Маша Из Мариуполя Параллельно Стрим Ведет Здорово А Поэтому У меня Так Резко Перешли Пару десятков Человек На стрим Я не против Конечно Пусть девчонка ведет Правильно Я Никому Палки в колеса Не ставлю Поэтому Вот Алена Даже Вокалистка Которая Бридж работает Я почувствовал Что Я ей даже Сказал Ален Не переживай Я тебе Палки в колеса Не буду Вставлять Я Как выходной У тебя Без проблем Я отработаю Я Не пытаюсь Я не буду Прямо По головам прыгать Скакать Не тот случай И я Наверное Вряд ли Когда-то Буду Так Поступать Сейчас Точно Я Я думаю Что я Не изменюсь Просто Я Я знаю Что Чем дальше Тем наоборот Я Стараюсь Быть Человечней Поэтому Да Пусть Машка Тоже ведет Стрим Когда Ее удобно Танцуем А Да Да Дэнс Энсинг Изэгрейт Момент Дэнсинг Дэнсинг Горху Издэнсинг Он Дэсчит Май Харт Май Лав Миром Веном Маши Стрим Слетел Ну Ничего Сейчас Перезапустит Спасибо Андрей Суханов Класс Спасибо Кот Костян На связи Лариса Соколова Кот Костян Костян Приветствуем Всем Добрый Добрый Времени Суток Добрый Вечер Всем И вам Тоже Правильное Дело Что Поешь Песни С Таким Ренж Которые Позволяют Твое Настроение А то А то Будет Фальшивое Исполнение Конечно Игорь Ты в белом Костюме На сцене Белый Костюм У меня Был Как-то Был Костюм Я его Подарил Своему Другу В 2014 Году На Контракте Я работал Пару Контрактов Я использовал Белый Костюм У меня Был Чисто Белый Костюм И Пиджак Все Красивый Костюм Но я Его Подарил Моему Другу Болгару Венси Он гитарист Шикарный Человек Я по-моему Как-то О нем Говорил Вам На стриме Мой брат Я его брат Тоже Мы Дружили Очень хорошо И дружим Просто реже Общаемся Потому что Далеко Друг от друга И Ну вот Когда я на контрактах Был Там на Пальма Де Майорка У него жена Испанка И мы Пересекались Встречались Гуляли вместе Сидели в кафе Кушали Общались Я его жену Знаю Шикарная Женщина Очень Танцовщица В прошлом Она уже Работала Круиз-директором На лайнерах Тоже на круизных Она английский Испанский Еще какие-то языки Знает Круиз-директор Обязана знать Несколько языков Не только английский И свой родной Допустим Да И я подарил Белый костюм Своему другу Болгару Музыканту Игорь Сам себе Режиссер Да Игорь Спасибо Привет Из Казахстана Спасибо Балут Тоже Казахстану Тоже Привет Спасибо Игорь За душевность Спасибо Спасибо Вам Тоже Вот Тоджей может отработать Хотя у него ужас Творится на душе Боль Были у меня такие случаи Трагедия В дослании А я понял Ой классная песня Из кинофильма Леон Да Вещь красивая Очень Я как всегда С наилучшими пожеланиями Своими желаниями Услышать фантазера Спасибо Олимпика А вы слышали фантазера Я уже ее исполнил Я ее уже пел Кстати В начале стрима Послушайте Там не только фантазер был Если захотите Если будет Желание У всех остальных То я ее могу повторить Чуть позже Конечно На бис Так сказать А тебе Игорючек Любви огромной Искренней И чистой Спасибо Лариса Соколова Спасибо огромное Всему Приходит конец Да Это точно Ну Или же Если говорить О жизни нашей Да Мы же знаем Что Мы просто переходим На другой уровень Да Здесь Жизнь заканчивается Она начинается В другом месте Продолжается Поэтому Ты сказка В моей жизни Ты сказка В моей жизни Классная вещь Но Белые дикие кони Пять минут От дома Твоего Когда Меня Ты позовешь Когда Меня Ты позовешь Надо мне Сфотографировать Название Этих песен Потому что Бывает Сижу И думаю Какие вещи Послушать Надо Видео Потом Сейчас Нашу Отключение Снова Здесь Да Я был в Милане Ой Как меня Комары Грызли И тигровые комары Даже И жараш 40 Жопа Проституция Много Очень бедных Очень много бедных И наркоманов Вот вам Милан Казалось бы Милан Да Да Так и есть Германия На связи Надя Пятибратова Приветствуем Вас Всем доброго Вечера И спокойной Позитивной Новой Недели Так Игорь В тему О возрасте Спой Если знаешь Мне уже Много Многое поздно Юрий Лоза Не знаю Честно Не знаю Просто Мне надо Ее порепетировать Друзья Как минимум Друзья Да Те песни Которые Я допустим Не знаю Я буду Их пропускать Пока Пока Что Но мы К ним Будем Возвращаться Еще Я постепенно Буду Наращивать Свои Минусовки Увеличивать Количество Минусовок Хороших Песен Вот Допустим А ну Давайте Сейчас Вот Я не репетировать Не репетировал Эту песню Вчера Я скачал Сначала Мы попробуем Услышать Бублик Бублик Давайте Я ее Не репетировал Друзья Честное слово Вчера Я спел ее Один Два Может быть Два раза Максимум Но Мне надо Конечно Времени Больше Песня А Кстати Это я Плюс Включил Сейчас попробую Хотя бы Чтобы вспомнить Как она там Поется И я Попробую Потом Подминус Мир Мир по кусочкам Я выдумал В своей голове Я это видел И ты Это видела В потоке людей Я сам Это выдумал Мир вопросительный Ночной порой Хочу Постоянно И безотносительно Быть рядом с тобой Мир по кусочкам Собрав Я за тобой Слышил Мне не хватало Тебя Мне не хватало Твоей 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 души За горизонт Уходил Не раз И даже Не сто Я за тобой Уследил Я за тобой Уходил И что Я сам Тебя Выдумал Сам Тебя Выдумал В своей голове И я Это видел И ты Это Видела В потоке Людей Я сам Это Выдумал Мир Вопросительный Ночной Порой Хочу Постоянно И безотносительно Быть рядом С тобой С тобой С тобой Я за тобой Выдумал В своей голове И я Это Видел И ты Это Видела Не знаю Как поется Извините Я сам Тебя Выдумал Хочу Постоянно И безотносительно Быть рядом Выдумал 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 Я Я Ее Хочу Отработать И Петь Ее Для Вас Тоже Эх Тихо Старой Друзья, я хочу в какой-нибудь части переходит на верх. Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы. Ходим вокруг да вокруг, это сильнее меня, Я тебе больше, чем друг, и надо что-то менять, менять. Я сам тебе выдумал, сам тебе выдумал в своей голосе. Я это видел, и ты это видела в потоке людей. Я сам это выдумал, мир вопросительный ночной порой. Хочу постоянно и безотносительно быть рядом с тобой. Мир по кусочкам собрав, я за тобой спешил. Мне не хватало тебя, мне не хватало твоей. Твоей души за горизонт уходил, не разыгнешь и стоп. Я за тобой усидел, я за тобой уходил. И что? Я сам тебе выдумал, сам тебя выдумал в своей голове. И я это видел, и ты это видела в потоке людей. Я сам это выдумал, мир вопросительный ночной порой. Хочу постоянно и безотносительно быть рядом с тобой. С тобой 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 с Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ирина, благодарю вас за донат на карту. Спасибо большое. Ирина Ивановна. Так, друзья, следующая песня. Думаю, до часа еще можно петь. Я имею в виду до часа всего времени длительностью. Не до часа ночи. Хотя можно и до часа ночи, конечно. У меня просто запасных батареек нет. А без микрофона, друзья, я петь уже не буду. Если что, я потом перестроить могу на микрофон макбука. Но я уже просто не хочу, вы сами понимаете, я не хочу форсировать голос, давать ему нагрузку сильную, понимаете. Поэтому мы, если батарейка сядет в микрофоне, мы можем чуть-чуть дальше пообщаться, но петь я уже не буду на следующем стриме. Поэтому я сейчас спою вам эту песню. Так, 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 пока. Где она? Только что я ее видел. А, вот. Песня. Песня такая. Я ее уже пел недавно. И он начал петь недавно совсем. На пару стримов я, наверное, ее исполнял уже. Я тебя не вижу много лет, Без видимых причин. Не хватает наших зимы лет, Твоих маршин. А время не ушло, стоит в сенях. Покорно ждет меня. Ангелы поют в небесах. Твой покой. Покорно. Мой покой хранят. Я что-то слышу. Ты где-то я там. Как дождик по крыше. Как шум листопада. Каждое утро. Солнце в окошко. Робко стучишься ты. Робко стучишься ты. Я не знаю ночью, как ты звезд. Как твои дороги. А зато тебе простой вопрос Хотел, не смог. И давно не знаю, что просить У верховных сил. От тебя и сердца отпустит, Когда я вовремя забыл. Я что-то слышу. Ты где-то я там. Как дождик по крыше. Как шум листопада. Каждое утро. Солнце в окошко. Робко стучишься ты. Робко стучишься ты. Робко стучишься ты. Я тебя не вижу, но помню. Много лет. 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 Стукнула. А что, можно ее спеть тоже? Или нет? Нет, мы с календой. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я ищу песню. Ищу песню, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок А помните, в прошлый раз я и не смог спеть без микрофона. Дима Торзок Еще бы текст Дима Торзок А сегодня она идет иначе. Сразу такая песня. Ну давайте, а не текст, 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 текст. Так, текст. Друзья, будьте счастливы. Дима Торзок Не ругай меня За любовь к весельям длинным Не ругай меня Испавлением Испавлением все слишком длинным Не ругай меня Видишь, счастлив я Только не ругай Меня Не ругай меня Хоть и заслужил, хоть грешен Видишь, счастлив я Видишь, счастлив я Еле-еле я подвешен Поддержи меня Светлая моя Только поддержи Меня Ведь я живу в раю Я живу в раю, но не очень осторожно Я живу в раю, не раскаявшись, прощенный Господи, прости, грех последний не прощенный Не ругай меня и прости друзей за дружбу Не бросай меня, мне твой свет, как воздух, нужен Не бросай меня, добрая моя, только не бросай меня Ведь я живу в раю, если в жизни так возможно Я живу в раю, но не очень осторожно Я живу в раю, не раскаявшись, прощенный Господи, прости, грех последний не прощенный Друзья, друзьями и остались Враги, как жили, так живут Когда возьмет меня усталость И те, и эти помянут Ведь я живу в раю, если в жизни так возможно Я живу в раю, но не очень осторожно Я живу в раю, не раскаявшись, прощенный Господи, прости, грех последний не прощенный Я живу в раю Я живу в раю, не раскаявшись, прощенный Господи, прости, грех последний не прощенный Вот так вот, друзья, такие песенки для вас Они, конечно, звучат вообще иначе Я радуюсь, что наконец-то я могу для вас петь С большой радостью именно вот так Какую роль все-таки играет оборудование Очень большую роль Так, ну, эту песню я пою Обязательно, по традиции Она же традиция, да? Сейчас эту песню хочу спеть для вас Люблю эту песню У каждого из нас На свете есть места Куда приходит мы На миг единица Где память, как строка Почтового листа Нам сердце исцелит Когда оно томится Чистые пруды Застенчивые и нивы Как девчонки Смолкли у воды Чистые пруды Веков зеленый сон Мы дали берег детства Где звучит аккордеон И я спешу туда Там льется добрый свет И лодки на воде Как солнечные пятна Отсюда мы с тобой Ушли в круженье лет И вот я снова здесь И ты придешь обратно Чистые пруды Застенчивые и нивы Как девчонки Смолкли у воды Чистые пруды Веков зеленый сон Мой дали берег детства И сердце исцелять Дальний берег детства Дальний берег детства Где звучит аккордеон У каждого из нас На свете есть места На свете есть места Что нам задали лет Все ближе И все дороже Там движется легко Там мира чистота Дальний берег детства Нас делает на миг Смолкли у воды Чистые пруды Застенчивые и нивы Как девчонки Смолкли у воды Чистые пруды Веков зеленый сон Мой дали берег детства Где звучит аккордеон Вот эту песню прямо Репеть хочется Рыдать Даже не знаю Счастье или от горя Мой завал Друзья Есть песни такие Которые просто Не дают покоя А может быть и наоборот Кстати Настолько умиротворение Такое Знаете От этой песни И грусть И все Тут все просто И В перемешку Вот эти вот Эмоции В перемешку Все Все просто Сумбур такой Поэтому наверное И она вызывает У меня такие эмоции Ой блин Да Так Что-то Так Ладно Сейчас Немножко Настроение Подадим Где там Где там Вот он Вот он Вот он Где там Вот он Немножко Немножко Настроение Позитива Да Слышь Ты хочешь Танцуют Танцуют Очень Хочешь Снова Я К тебе Приду Снова Я К тебе Приду Снова Это ты Это я Между нами Молния С электрическим Разрядом 220 вольт Это ты Это я Между нами Молния С электрическим Разрядом 220 вольт Вот Четко Прочитал Слышь Так Друзья Так Немножко Паузу Сделаем Пообщаемся Я Почитаю Что там Пишет Аудитория Моя Так А где я Остановился Ого Ого Ну да Я долго Пел Да Много Пел И тут Уже А вот Секундочку Для фона Включим А Друзья Спасибо Большое Друзья А Возможно Подождите Сейчас Обновить Надо еще Тоже Да Скорее Сего А вот Друзья Поддержите Музыканта Аноним Спасибо Спасибо большое Еще раз Спасибо Спасибо вам За то Что вы Есть Андрей И Елена Сьянао Спасибо вам Спасибо огромное За поддержку Эндрю Спорт Красава Спасибо большое Спасибо Спасибо Так Так Где где я остановился Надо найти Да За Милан Мы прочитали Германия На связи Игр в тему О возрасте А Юрия Лазада Помни Моя душа Моя душа парит Все добрые люди мира Давайте объединимся Мэри Груликова Там где входит свет Тьма исчезает Сама собой Да Это название песен Или это Вы Вы это от себя Сейчас написали Ну это очень Хорошие слова Или это название Песен Скорее всего Да Ну да Германию Прищучили Шахты Штаты Также могут Испанию Придавить Еще как Да Игорь Будет видео С лучиком Да Да Алекс Я вот Я планировал Вообще До Вот Сегодняшнего Видео Выпустить Но мне Мне надо Мне надо Было Еще Снять Видеосюжет Еще Эпизод Как завершение Эпизод В завершении По сценарию У меня Был Но я не снял Из-за того Что погода Думаю Все понимают Все Соблюдать порядок Не обязательно И так Я Изменился Я это Проанализировал Я Это Намеренно Сделал Я У меня Был Период В жизни Там Я Сильно Изменился Своё Поведение Отношение К миру К людям Ко всему Абсолютно К животным К деревьям Ко всему Изменил Своё отношение И Меня Тогда Я когда приехал Мне говорили Ты что В секту попал Даже А я говорил Нет Я из нее Вышел Я из секты Вышел Ни один человек Говорил мне Это Ну Другими словами Ну за секту Говорили А я говорил Нет Это ты в секту А я из нее вышел Поэтому Конечно Где-то У нас же Какая сейчас Молодежь Там где Девчонки Не Я сам Люблю послушать Вот Кстати Люблю послушать Не смотрел Не слушал А вот Саша Квашеная Да Сегодня Включил ее стрим Сегодня У меня дни перепутались Вообще Или это было вчера Сегодня Вчерашний ее стрим Включил Вот она молодец Вот она ведет стрим Как бомбезна Саша Квашеная У нее голосок красивый Но не все мне нравится В ее исполнении Так же как и вам Что-то в моем исполнении Это Это право каждого И вкусы разные Ну Допустим Я услышал там Шо Маст Гоун Она пела еще одну Но она Некоторые песни Они весь стрим послушал Но она пела Шо Маст Гоун Мне не очень зашла В ее исполнении Остальные были Да Прикольные песни Ну Просто это мужская песня В первую очередь Подача Хотят анализ Я так понимаю Она по-моему изменила Может быть и нет Я не прислушивался Сильно Не проверял Но Вот Она ведет стрим На одном дыхании Прям умница Вообще Такая Я не слушал ее Редко Там попадаются ролики И Чуть-чуть послушаю Да интересно Но я как-то и переключаю Прям сегодня зашел Минут 40 Так точно 50 Я слушал Потом просто Занимался делом своим Да Ой Прошу прощения Поэтому Да И у нее на стриме Тоже очень много Слушателей Ну у нее там Конечно Фанаты ее Слушатели ее У нее очень много У нее подписчиков много Конечно О чем я говорю О чем речь Там у нее Вот не помню Сколько у нее там Тысяч Сотен тысяч А то и По-моему даже По-моему у нее Пару миллионов Если я не ошибаюсь Может я спутал С кем-то другим Сегодня Саша Квашина Поет девчонка Вообще бомба Голосина Такой красивый Харизматичная Очень харизматичная Язык подвешенный Такой Позитивная Да Я все переслушаю позже Хорошо Лемпика Хорошо Если что Я могу для вас Исполнить Еще чуть позже Надеюсь Микрофон Не сядет Ну еще Пока что не мигает Должен показывать Что Садится Если что Дам вам знать Ага Город Сан-Франциско Город Фетонила И тысячи бомжей Да Фетонил Ну этот наркотик Да Это не только Сан-Франциско По-моему Фетонил Да Этот наркотик Там где Ужас Просто творится Не только Сан-Франциско Везде По Штатам Готов сделать вас Звездой Ютуба Будешь зарабатывать В разы Больше чем На своем корабле Евгений Сергомасов Если у вас Есть какие-то Предложения Такие Я думаю Что Все будет Четко Конечно Но если у вас есть Предложения И есть Именно по Теме Помощи Там раскрутки Там допустим Ютуб канала Почему бы и нет Команду создать Такую хорошую команду Я не против Я не против Всегда за За развитие Я понимаю Что Большой канал Одному Не потянуть Нужен админ Во-первых Вот как они ведут Стримы Да Вокалисты Эти Допустим Мы общаемся Еще больше О жизни Я больше говорю О городе О жизни О своей Обо всем И пою вам Для атмосферы Для шикарной Атмосферы И А там Допустим Больше поют Как-то Допустим Вот я послушал Эту девчонку Саша Квашина Она Ни о чем Таком Серьезном Не говорила Во всяком случае Может быть В том Промежутке Вот Стрима Который я Послушал Возможно Там Дальше Она О чем-то Интересном Еще Рассказывает Кроме Как Поет Поэтому Я понимаю Что Создать Канал Интересный Нужна Не только Один Не один Канал Нужны Нужна Команда Но Хорошие Люди Не такие Которые Хотят Нажиться На ком-то И Мне очень Важно Иметь в Команде Вы Сами Понимаете Кому Потому Что Я Ни на ком Наживаться Не буду Это точно Я Если Мы Создадим Команду С кем Там Придется По-любому По-любому Буду Создавать Команду То Все Будут Счастливы По-любому Да Я знаю Что Корабль Это На корабле Особенно В той Компании Где Я работал Я Зарабатывал 2000 Евро В месяц Но Это Я не жалуюсь Все Мне Устраивало Просто Последние Контракты Предыдущие Пару Контрактов Появились Там Проблемы Недоплаты Некоторые Нехорошо Поступали С нами Продакшен Продакшен Наш Наш МСС Сама Компания Кстати А именно Продакшен Который Занимался Артист Артистами И Начинаю И В общем 2000 Евро Это Сколько Сейчас На данном Плюс Минус Там 200 Тысяч Рублей На кораблях Я зарабатывал И Да Просто Я Там Питание Пусть Не хорошее Питание Но Все же Питание Было Кров И так Далее То есть Это Большой Минус Ты Собираешь Хочешь Тратишь Деньги На что-то Хочешь Собираешь Деньги Это Хорошо Но Я знаю Что Соцсети Приносят Каналы Когда Большие Каналы Приносят Другой Доход Там Другая Мотивация Там Другой Контент Там Развитие Оно И сейчас У меня Есть Постепенно Вы видите Сами Постепенно Пусть Медленно Ну Жизнь Полна Сюрпризов В общем Заговорился я что-то уже Человек без паспорта Спасибо вам Влад Привет Пожалуйста Передай большой привет Димону Я Игорь Олег Соколенко Димону передам Обязательно От Олега С дверей С центрального рынка Я очень рад Что он жив Здоров Я утерял его контакты Я выжил И уже полтора года В Ирландии Понял Понял вас Олег Соколенко На центральном рынке У дверей Олег Соколенко Хорошо Я передам Обязательно Его контакты Если вы хотите Связаться с ним Напишите мне В телеграме В моей группе Ссылка Под стримом Есть Телеграма Моего И Напишите мне А я вам отвечу В личку Только дайте знать Что это вы Я вам отвечу В личку И Дам Его контакты Так будет Даже Лучше В одном Берлине До сих пор Строят Строят Аэропорт А вот В Москве Уже Закольцевали Метро И его Соединили Ну вот Мне денег Не плати Чисто Советы Мои Бесплатные Евгений Сергомасов Там Не надо По серьезному Заниматься Если То Заниматься Серьезно Соединились С аэропортом Шереметьево Метро Да Ветку Обалдеть Обалдеть Как красиво Спасибо Юля Спасибо Игорь Я сам тебя Выдумал Это твоя песня И исполняешь Ты гораздо лучше Оригинала Спасибо Елизавета Василенко Ну я Конечно Я лажал Я видите Мне надо Понять Где Как она Поется А потом Уже Что-то Чуть-чуть Своего Добавлять Я Потому что Когда я слышу Что песня В оригинале Исполняется Шикарно Я стараюсь Ее так и Оставлять Потому что Ничего Уже Лучшего Не придумаешь Чистые пруды Если ее Вот уже Лучше не споешь То и не надо Пытаться Как говорится Только главное От души петь Все Что я и делаю Также Бублика Песня Я сам Тебя Выдумал Вообще Я Я вчера Ее нашел Я ее Вместе с ним Пел И у меня Слезы Накатывались Градом Каким-то Ну конечно Вы понимаете Почему Ассоциации Только Здесь С Габриэлой Именно Эта Причина Аж Прямо Она у меня Такие эмоции Вызвала Вчера Я Завал Ну мне ее Надо просто Отработать Чтобы ее Петь для вас Без Помех Скажем так Без ошибок Спасибо вам Точно Спасибо Браво Игорь Спасибо Ремонт Спасибо Игорь Спасибо Большое Большое Очень классно Спел Я в восторге Дориан Спасибо тебе Спасибо Ри Гарвей Это песня Или что это Или кто это Ну то есть Это исполнитель Какой-то Кто-то Да Наверное Извини Игорь Неправильно Написал Твое имя Классно Поешь Олег Соколенко Все хорошо Это не проблема Ничего страшного Так Игорь Обрати внимание На песню Звук такой В ушах Елена Благодарю вас Спасибо Большое Алло Алло Звук есть Нормально Так Почему не отобразилось Сейчас Что Отобразилось Но А вот Странно Наверное Глюки Какие-то Тут Происходят Скорее всего Ну да Задержка Какая-то Так 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 Игорь Обрати внимание На песню Того же Ри Гарвей Пол Ван Дайк Фит Ри Гарвей Что за Интересно Надо Сфотографирую Я Прослушаю Обязательно Так Мне еще Кто-то Донат Прислал Друзья Валентина Сейчас Открыть Надо У меня Я вчера Скачал Еще Песню Там Танцевальную Ну Ремикс Классный Она Офигенная Ну Она Так Надо Ее Порепетировать Валентина Павловна Спасибо Огромное Вам За Донат На Карту У меня Бурлит Бурчит Бурлит Я Слышу Даже В Ушах В Желудке После Пения Когда Чай Я Напился Точнее Это Не Чай Водичка С Медом Так Да Я Хотел Сфотографировать Секунду Я Проверю Обязательно Веру Я Проверю Эту Песню Ой Прошу 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 Я Снова Здесь Еще Кузьмин Я Создан Для Тебя И Без Тебя Ясная Звезда Вот Я Сфотографировал Лемпика Обязательно Прослушаю Игорь Можешь Спеть Песню Звездочка Моя Ясная Кто Это Поет Знать Бо Я Сфотографировал Давайте Так Просто Чтоб Не Было Запершило Чуть Так Мне Бы Конечно Отдельно Послушать Без Микрофона Не Пой Береги Голос Да Да А я Уже Понял Что Вот Я Сейчас Я Просто Не Хочу Надрывать Голос Снова С микрофоном Просто Супер Конечно У меня Будет Когда Этот Держатель Такой Здесь И Еще Этот Плевальник Такой Сеточка Специальная Вот Эти Вот Этих Звуков Резких Таких Будет Меньше Поэтому Все будет Людмила Передаем За проезд Благодарим За душевный Музыкальный Вечер Благодарю вас Людмила Тоже Почему Не отображается Здесь Приходят Два доната Уже пришли А здесь Не отображается Вот в чем Причина Это Странно Передаем Ничего Не понимаю Это Странно Музыкант Так Что-то Я не могу Понять О Сейчас Обновилось Чуть А сейчас Только Обновилось Странно А здесь Вот там Где написано Поддержать Канал Видите Сумма Не меняется А в донатах Именно На сайте Уже Изменилась Задержка Какая-то Это Странно Может Глюки Какие-то Ну Ладно Я думаю Обновиться Так Почитаю Друзья Почитаю Вас Немножко Прошу Прощения Слишком Близко Вот Когда Будет Здесь Я буду Отводить Вот так Да Бурные аплодисменты Спасибо Татьяна Русанова Микки Спасибо Ирина Соколова Юля Маракасов Не хватает А Ну да Да Здорово Спасибо Молодец Всех благ Елена Махотина Нельга Спасибо Анна Стогни Классно Заслушаться Можно Спасибо вам Мне так Это приятно Я буду И делать Еще больше Для вас Невозможно Оторваться От вашего Пения Игорь Это что Это что-то Завораживающее Супер Класс Елена Спасибо вам Браво Дамы Приглашают Кавалеров Спасибо Да Может кому-нибудь Дать стих Про Россию В смысле Стих Про Россию Собственно Ручно Написанный Вером Веном Если Есть Друзья Если у вас Есть Кто-то Из вас Пишет Стихи Только Знаете Что Я буду Выбирать Это точно Я не буду Все подряд Точно Это естественно Я Просто Для себя Даже Для своего Репертуара Для своих Композиций Новых Если что Даже Я буду Готов Готов У вас Их Покупать Если Будет Интересно Какие-то Действительно Интересные Стихи А я Уже Сам Буду Музыку Сочинять Аранжировки Делать То Пишите Мне Пожалуйста Я Не Обещаю Что Мне Любой Стих Зайдет По-любому Не ждите Сразу Ответов Что Это Круто Я буду Они могут Быть Классные Но Они Могут Не Подходить На Песню Допустим Как стих Они Могут Быть Красивые В общем Конечно Если Кто-то У кого-то Есть Опыт Такой Вот Работать С музыкантами Вообще Было бы Замечательно Если Есть Стихи Какие-то Интересные То Я Открыт Двери Открыты Друзья Ничего Воровать Не буду Не Подумайте Даже Я уже Сказал Надо будет Я куплю Если Мне Действительно Что-то Понравится Я куплю Чужого Не возьму Подключила Наушники К ноутбуку Как будто На концерте Нахожусь В наушниках Почему Я Сейчас Я Очень Доволен Это Как Монитор У меня Я Слышу Я Не Напрягаюсь Повторяюсь Уже Десятый Раз Я Радуюсь Что Могу Спокойно Вести Стрим Подключила Наушники Как будто Да На концерте Игорюша Огромное Спасибо Тебе За чудесный Вечер Стрим Спасибо Вам Огромное Спасибо Вот кому Надо На первый Канал Ирина Соколова Спасибо Там Мне еще Работать И работать До первого Канала Там Это Другой Уровень Как бы Я не Растерялся Понимаете Когда Первый Канал Миллионы Смотрят Наверное Но миллионы Да Сотни Миллионов А то и Миллиарды Смотрят Людей Это Совсем Другой Уровень Постепенно Будем Наращивать Аудиторию Постепенно Будем Творить А там Кто знает Может быть В будущем Что-то Буду На первом Канале Вести Кто знает Так Браво Гена Спасибо тебе Россия Ты моя Необъятная Твоих просторов Конца И края Нет Россия Ты моя Красивая Твоей Красе На этом Свете Равных Нет Россия Ты на Этом Свете Лучше Ноева Ковчега Не найти Ты на Этом Свете Лучше Ноева Ковчега Не найти Россия Лучшая Страна Тут Немножко Ты на Этом Свете Лучше Ноева Ковчега Не найти Россия На этом Свете Лучше Ноева Ковчега Не найти Наверное Без Ты Либо Если Так Автор Написал То Мне кажется Ты Здесь Не надо А Слова Красивые Россия Ты моя Необъятная Твоих Просторов Конца И края Нет Россия Ты моя Красивая Твоей Красе На этом Свете Равных Дождь Очень Проникновенно Мурашки По коже От песни Чистые Пруды Спасибо Ирина Соколова Елена Старшеева Спасибо Ты сегодня Обалдешь От микрофона А мы От твоих Песен С микрофоном Браво Браво Елизавета Спасибо Срочно Надо Малахова За жабры Взять Чтобы Он На передачу Нашего Игоря Из Мариуполя Пригласил Ну да Интересно Пообщаться Было бы Было бы Интересно Там Побеседовать По душам Там темы Тоже Разные Интересные Вот Интересно Да Давай Киш Мухаммед Шарипов Киш Миш Кому там Киш Сделать Кому Нажать На кнопку Киш Отсюда Шучу Слушайте Чтобы Игоря Пригласил Малахов Мы должны Писать ему Письма Наверное Да Да Король Ишут Давай Зажги Мухаммед Шарипов Король Ишут Я не знаю Их песни Вообще Простите Но Не знаю Я их просто Не слушал Никогда Никогда Не было Не зажигали Они меня Может Песня Там Неплохая Но Вот Именно Вот Группа У меня Другой Вкус Немножко Прошу Прощения Прыгну 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 со скалы Было бы Интересно Послушать Вашем Исполнении Это кто Поет Балут Прыгну со скалы Знакомо Что-то Знакомо Что-то А сейчас У Игоря Полный Фристайл Да Но я На расслабоне Я на расслабоне Таком Балдею Это точно Игорь Счастья тебе Успехов И удачи И конечно же Светлой Взаимной Любви Мария Спасибо вам Спасибо Полностью Согласен Прыгну со скалы Интересно Было бы Напишите Друзья Напишите Мне Пожалуйста Кто Исполняет Я сфотографирую Просто Мне ее Надо Услышать Чтобы Понимать Моя Это песня Или нет Потому что Многие Песни Сами Понимаете У меня Один Диапазон Там У кого-то Другой Диапазон Тембр Голоса Тональность Может Быть Некомфортная Добрый вечер Людмила Клеменя Добрый вам Александра Лосева Смотрите Лосева Смотрите Музыкальные Чаты Стримы Ведет Александр Лосев Наверное Нет Нет Ну Игорек Зажег Сегодня Это Хорошо Так Звук Друзья Напишите Мне Звук Все В порядке Со Звуком Потому что Мало Лечем Может Будет Садиться Может Садиться Будет Микрофон И каю Сильно Прям Аж Боюсь Что В звук Микрофон Как Отрыжка Будет А Потому что Она Аж Сюда Выскакивает Икота Лосев Музыкант Красиво Играет На Фортепиано Но Поет Так Себе Игорь Возможно Услышать В вашем Исполнении Ланфрен Ланфра Вот Меня уже просили Кстати Как-то И я ее Я ее Сфотографирую Так Я Раз Я сегодня Начал Фоткать Еще раз Фотографирую Чтобы я Не забыл Потому что Я проверю Это все Я хочу Минус Сделать И тогда Я ее Спою Без Боярского Стримы Игоря Очень Интересны Тем Что Здесь Можно Общаться Обо Всем Лосев Больше Поет И Разговоры Ни О чем Да Многие Музыкальные Стримы Ведут Блогеры Я Обращал Внимание Они Не Слышу Никаких Интересных Тем Просто Песни И все По Заказу Песни Поют И все Я его Смотрел И быстро Надоел Хотя Зарабатывает Он Офигенно Юля Это Да Ну Не у Всех Есть Талант К пению Да У Лосева Голос Громкий Но Не Настолько Профессиональный У Игоря Очень Чистый Голос И Очень Профессиональный Спасибо Елизавета Спасибо Тогда Сейчас Друзья Я Отойду На Две Минуточки В Туалет Прижала После Чая Своего Медового Сейчас Субтитры Семен Субтитры Семен Продолжение следует... 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 Поэтому заходите на Дзен и смотрите, там есть с Димой ролики. И не один, и не два, а более. Вот недавно снимал с ним. Ой, опять перескал. А нет. Привет земляку из Питера. Приветствуем вас тоже, Маша Медведева. Спасибо большое за приветы. Игорь, а вы были в Петербурге? Да, я был. Ждем в гости. С радостью приеду туда еще и не раз. Был в Питере, я часто был, когда у меня был, сейчас скажу, это какой год был, 2013-й. 13-й? Да. 2013-й у меня контракт был по Северной Европе. И мы заходили, ну там была Норвегия, Северная Германия, там Франция была даже. Франция была или не была? Была, по-моему. Исландия, Ирландия, Норвегия. Питер был, что там еще было. Это там много чего было. Просто сейчас не вспомню сразу все названия городов. Очень много, ну там стран мы посещали. А потом еще через Канаду пошли, точнее через Атлантику на Канаду пошли. Канада, спустились вниз по берегу и пересекли опять Атлантику. Пошли на Средиземку, на Черное море. В Сочи заходили. И в Одессе я вышел тогда. Контракт у меня закончился в Одессе. Шесть месяцев был контракт тогда. Я был в Питере каждые две недели. Мы стояли овернайт. То есть мы утром сегодняшнего дня приходили. А вечером следующего отшвартовывались от пирса. То есть мы ночью могли погулять по городу. Очень понравился Питер. Очень атмосфера, конечно, там необыкновенная. Очень красиво. Поэтому я с радостью приехал бы. Просто это далеко сейчас. Я хочу себе автодом. Вы знаете, все друзья. Я хочу себе автодом, фургон купить, сделать из него автодом. И тогда я буду путешествовать и в Питер, и в Карелию, и в Москву, и так далее. И Алтай, и Поболтай будет, и все остальное с вами. Будем встречаться, общаться. Будем вот так вот в компании встречаться. Я вам буду устраивать концерты. Вживую. Это вообще будет бомба. Не боги горшки обжигают. Друзья, пишите мне и исполнительный. Потому что, когда пишешь название, там бывает высвечивается несколько версий разных. Здравствуйте, FF Prius тоже. Приветствуем вас. Игорь, приветствую. Послушайте песню Виталия Гагунский «Россия». Обалденная песня. Но ее надо порепетировать. Она красивая очень. Эта песня, я ее даже ВКонтакте у себя в аудиотеку закинул. Первую. ВКонтакте именно в моей группе. В сообществе. Поэтому я знаю, песня бомба. Игорь, ты играешь на клавишных, на синтезаторе Гена? Играл как-то давно, играл. Потом долго не играл. Потом снова начал играть. Ну как играть? Я ж музицирую то на гитаре, то на клавишах. В основном я только пишу музыку. Клавиши использую. Вот у меня сейчас покажу вам. Вот я из шахт взял. Я покупал себе здесь уже в России. Тоже стоило что-то, я не помню сколько. 15 или 20 тысяч клава. Миди-клавиатура это для аранжировщиков. Это портативная, двухоктавная. Это для тех, кто путешествует, допустим, кто не любит много всего оборудования. Точнее компактное оборудование любит. Но это профессиональное оборудование считается. И вот с помощью таких миди-клавиатур я пишу музыку. Использую клавиши. Но сказать так, чтобы сыграл какую-то композицию, нет. Я давно не играл и уже все забыл. Когда в музыкальной школе учился по классу скрипки, я, конечно, тогда что-то мог сыграть. Но все равно основной предмет был и инструмент это скрипка. Я даже скрипку сейчас возьму. Я смогу. Я знаю, как осанка, то есть позиция рук, кисти, как смычок держать, как рука должна работать мягко, то есть кисть. Это я все знаю. Технику это я помню. Но сыграть что-то я уже не вспомню. Просто много лет прошло. Ну и у меня нет цели в будущем. Я хочу гитару себе классную, хочу играть на гитаре. Но для выступлений я не хочу использовать гитару. Я не вижу себя. Я очень подвижный. Я могу танцевать, допустим. Мне больше динамика нравится, нежели просто сидеть или стоять. Это классно. Просто мне нравится больше динамика. Шоу какие-то такие, чтобы с танцорами я двигаться мог. Такое мне очень нравится. Я вас на Иртышской видел. С другом к вам фоткаться подходили. На Иртышской? Напомните. И когда это было с другом? А, потому что ко мне часто подходят люди, узнают и подходят. Просто не помню, где это Иртышская. Питеру привет тоже Леонора Донева. Звук в норме. Хорошо, хорошо. Видите скачки электроэнергии? Прям лампочки тухнут. Надеюсь, не будет нигде обрыва. Потому что я увидел, что за окном ветер. Порывы ветра сильные. Слышу прям там в коридоре. На кухне услышал. Обещают порывы ветра в 15-17 метров в секунду. Поэтому, надеюсь, не будет никакого обрыва, чтобы без света не сидеть вообще. Какие-то дни. Так. Ой. А у нас снег опять повалил. Ёлки новогодние по городу уже расставили. Да, да, Юля. Я видел, ты фотки мне присылала. Прикольно. Классно. Атмосферно уже. Танюшка, Танюша. У Лосева одних хрипы. Нет у него голоса совсем. Орет и хрипит. И еще кривляние и самолюбование. Напыщенный индюк этот Лосев. Я, наверное, не знаю, о ком вы говорите. Скорее всего, я его даже не слушал. Не слышал и не видел. Он Игорю и в подметке не годится. Спасибо, Танюшка, Танюша. Не знаю, даже ничего не могу сказать по этому поводу. Так, друзья. Знаете, какую я сейчас песню вспомнил в голове? Раз такой звук хороший. Я почему-то захотел ее прямо спеть для вас. Это очень сильная песня. My Way. Помните, я вам уже на двух стримах я ее пел. На двух. Всего за это время. Всего лишь два раза, по-моему, я ее пел. Но микрофона тогда не было. Сейчас все будет иначе. Сейчас мы найдем текст. Я ее пел даже наизусть, но потом все-таки год прошел, как я с контракта приехал. И надо, чтобы я не ошибся, по тексту все-таки открою. My Way, My Way. Это Фрэнк Синатра. Мощная песня. Не могу понять, где она у меня. А, вот она. Так. Так, так, так. Так. Ага. Звук изменился. Эта песня сильная очень, очень. Надеюсь, голос нормальный. Эмоционально. Я уже рассказывал на тех стримах, где я ее пел пару раз. Что эту песню я пел заключительной в одном из шоу. Мы тогда по штату, у нас в Майами был этот порт. И на Карибы мы ходили, забыл название. На Карибах порт. Название порта. И именно на этот рейс мы работали такие вот песни, американские хиты. Шоу было, не помню, как называлось. В перемешку у меня уже столько шоу переработало. Ну, не важно. В общем, американцы сидели в зале. Всегда вот в конце эту песню, когда пел, сначала, я пел эту песню месяц, где-то один. Месяц или полтора. Не помню точно уже. А потом присоединились еще вокалисты, набор сели. И нам уже распределили ее на несколько партий. То есть на каждому своя сольная партия. А сначала я когда сел, я был один, тянул все песни вот такие вот. сильные, хорошие песни очень. Мне она очень засела в душе и в сердце. Текст тоже. И теперь Я был один, тень, тянулся. И я был один, тянулся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пел что но главное все живой у меня все живы и здоровы это самое главное и габриэла жива и здорова так что все хорошо так кстати вот тоже классная песня и и уже пару раз пел вам тапу александр ломи исполнять и сам он написал я помню ночи те бесконечные шаги пустых обочин сообщение твое измноготочие что навсегда покой мой разорвали в клочья скажи мне тебя забыть я смогу послышься только ты теперь скажи мне почему я отпустил бы навсегда но ты ведь не со мной скажи мне как прости тебя за то что я не твой тебя не смогу простить но молю тебя быть со мной тебя не смогу забыть и в то же время быть с тобой так нелегко объясни так поздно что-то меня тебя не смогу простить но молю тебя быть со мной тебя не смогу забыть и в то же время быть с тобой так нелегко объясни так поздно что-то меня тебя люблю я сладким утренним туманом снова скроешься вдали я поверю обещаниям и не буду ждать звонки не искать с тобою встречи и снова думать лишь о том чтоб твое сердце не калечить как искалечено мое знаю это ты и пламя что горит внутри и без ножа и на куски и солью враны мои и знаю ты тот сладкий я что отравляет мои сны оставь меня в покое но молю не уходи тебя не смогу простить но молю тебя быть со мной тебя не смогу забыть и в то же время быть с тобой так нелегко объяснить так поздно что-то менять тебя люблю я и любовь тебе мне не унять не унять не унять тебя люблю я и любовь тебе не унять тебя люблю я и не унять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще немного подождем Я вижу словно в первый раз Твою улыбку вместо слез Давай уедем на калькась И затеряемся срывком Я буду крепко приживать Мы покорим с тобой рекусь Давай уедем на Кавказ Под ножью самых южных гор Я буду нежно целовать Как будто в самый первый раз Нам стало сложно засыпать Давай уедем на Кавказ И затеряемся срывком Я буду крепко приживать Мы покорим с тобой рекусь Давай уедем на Кавказ Под ножью самых южных гор Я буду нежно целовать Как будто в самый первый раз Давай уедем на Кавказ Давай уедем на Кавказ Давай уедем на Кавказ Красивая песня Тоже Очень красивая Сейчас мы сделаем такую вещь Где она была? Так Как будто песня хотела? Так Ищу, друзья, ищу песню Где она есть Так что-то не понимаю Я ее тоже вчера скачал Эту песню Бублика почему-то захотел Пахнет домом, да? Я просто ее включу, друзья Плюс Плюсовочку Простите меня Пока не отработал Ну Я думаю, все равно Песня красивая Мы все ее послушаем С удовольствием С радостью Поэтому Я ее чуть-чуть попробую Порепетирую с вами У меня такое настроение Сейчас где минус, минус Минус А, минус Здесь где-то на рабочем столе По-моему Да А, нет Я же не хочу минус Я включу Плюс Плюс здесь Попробую Порепетирую с вами Пахнет, по-моему Текст Забери меня с собою Забери Проведи меня по тысячам дорог Что-нибудь мне на прощанье подари Чтобы не было в душе так одиноко Остановимся и просто помолчим Класс Где горит на темной улице огонь Где застыл мой поцелуй в огне свечи И вся жизнь как обнаженная ладонь Там Далеко за облаками Мчится Времени Река Так знакома Там Где все сотка на езды Где сталь плавят словно ссы Пахнет домом Где нам снились одинаковые сны Остановимся на каждом этаже Прогуляемся где были влюблены Прошагаем мы по крышам гаражей Посветим еще минуту мелочам Где взмывают трубы западские ввысь Где над нами ползло небо по ночам Становилось ярко красное отбрысь Там Далеко за облаками Мчится Времени Река Так знакома Там Где все сотка на езды Где сталь плавят словно ссы Пахнет домом Классная вещь Офигенная вещь Почему я ее раньше не слышал Вы же мне ее Подписчики Вы же мне Мои друзья Посоветовали ее Париками Давай На новых стримах Там Далеко за облаками Мчится Времени Река Париками 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 Песни Бублика Пару песен Которые я скачал И сделал из них Минуса Так Друзья Давайте Пообщаемся Микрофон еще живет Отлично Живет пока Батарейка живет Так Так У этого микрофона могут быть зависимы от модели то что при зарядке он либо не будет работать или там будет спад качества абсурдов да 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 все верно веру вену поэтому я и на всякий случай да дайте мне звать знать если вдруг что-то будет со звуком потому что есть хотя за этим микрофоном я не замечал такого ну правда я не доводил его до полной разрядки никогда я столько стрима него не проводил конечно часами а на сцене но всегда хватало заряда там до двух делений спускалась трех до двух и все до одно я никогда галочки не доводил сейчас друзья уже моргает все песни наверно на этом заканчиваем но сейчас до полного отключения доведу как раз и батарейку так посажу за заодно потом поставлю пусть заряжается мы можем еще с вами чуть-чуть пообщаться только мне придется переключать все либо друзья мы закончим стрим на это на этом так елизавета кто-то мне прислал что-то хочется я бы еще попить хотел бы для вас спасибо за песню доброту спасибо елизавета алексеевна спасибо вам за донат спасибо за поддержку за ваши теплые слова друзья я очень я очень сегодня рад что у меня получилось я такой счастливый получилось я я очень рад что получилось все таки сделать наконец-то переходим на новый уровень так будет и дальше будет лучше делать будем обязательно вещи будем делать это здорово так так мы сезон и каю если его поставить на зарядку то мне надо все отключать сейчас переводить все в режим в принципе друзья я могу поставить его на зарядку но дело в том что батарейки так быстро не заряжаются это на несколько часов надо ну просто я могу подзарядить давайте сделаем паузу я пока буду общаться буду стараться вот так же вести стрим только мне все перенастраивать надо тут я не знаю как быстро я смогу это перенастроить тут не все так просто надо в лоджик зайти там звук сейчас изменится потому что я все вывел на звуковую карту внешнюю через нее все настройки сделал через лоджик программу профессиональную просто так так как же еще можно сделать думаю что за звук тоже все батарейка мигает да но я в общем я выключаю микрофон друзья включу пока для фона музыку тихо включу музычку я сейчас пропаду звук пропадет микрофона то есть меня не будет слышно у меня все перри попробую перестроить сейчас не выходя из эфира чтобы продолжить с вами общаться еще почитать вас петь друзья без микрофона я не буду потому что вот мне вот в таком режиме сами чувствуете разницу подача все чтобы не срывать голос да и зачем уже если мы поднимаемся вверх то уже лучше подниматься вверх зачем упускаться вниз правильно то будем расти вместе все выключаю микрофон звук пока что я исчезну мой звук исчезнет а и 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 дайте знать если вы меня слышите я думаю должны слышать сейчас напишите но я себя не слышу я вижу что у меня появилась на мониторе звук появился но я себя в наушниках не слышу мне надо вывести себя еще в наушнике нам она сейчас я вернусь еще почитаю ваши комментарии друзья просто мне бы слышать себя внушника чтобы я таким образом я не буду напрягать голос и продолжу с вами беседу без напряга то я видите я буду сейчас тянуться опять к микрофону к макбуку и голосу станет быстро для этого я хочу постараться вывести звук что мне надо сделать почему у меня не слышно а наверно вот почему сюда заходим и делаем так выход вход у нас стейнберг а нет микрофон выход в таймер алё алё раз-два раз я не слышу себя все равно почему-то почему-то не слышу себя а а если так вот так я вывел вообще звук иначе меня да тут куча настроек надо разбираться ой звук в ушах этот спасибо большое за песню спасибо вам спасибо танечка танюша почему не здесь вот в этой строчке не увеличивается сумма она в донатах сейчас обновлю здесь пришло в электронном кошельке пришло а вот здесь не обновляется уже три доната предыдущих не обновились вот на строчке так я все еще не слышу себя в ушах почему выход на наушники то есть выход стейнберг странно все вроде должно работать но я себя не слышу в ушах микрофон макбук про вот сейчас я вижу что он до активный выход выхода нет почему почему так ладно будем так тогда сейчас еще проверю кое-что быстро друзья настройки другие а расширенные свойства звука микрофона все должно быть все должно работать почему-то не хочет алё раз-два раз-два я я понимаю что вы меня слышите но я себя не слышу в ушах как же сделать это что еще проверить что здесь раз-два а здесь а возможно я же через лоджик все вывел конечно возможно здесь мазди вот здесь инпут стейнберг а нет рекординг Микрофон MacBook Pro, вот он, раз, input device, сейчас, о, я услышал себя, отлично, все, я так не буду напрягаться, но есть задержка небольшая, слышна задержка, потому что я далеко от микрофона, скорее всего, в любом случае, так удобнее, я себя слышу, так, аудио, input device, все, разобрался, Друзья, я разобрался, в принципе, можно даже вот так же добавить эффекта, но он у меня уже настроенный, но все равно, ощущение другое, Немножко задержка есть, петь неудобно, когда микрофон здесь, мне комфортнее, я могу регулировать подачу, так, хотя бы, вот, для общения уже хорошо, уже хорошо, Так, и значит, значит, что я изменил здесь, изменил, угу, хорошо, я с вами себя слышу, ну что, продолжим, Так, вернусь, Видео, Но вдруг, так, Александр Руссик, работает на первом канале профессионал, профессионал, ну да, Смотри, мой поет романсы, в основном, очень красиво в ее исполнении, улетай на крыльях ветра, Юлия Щербакова, Наверное, не видел, не слушал ее, Вы не думаете, что Игорь сможет исполнить песню от Б7, Семь ветров, которая звучит на музыкальных паузах, на Соловьев лиф, Что за песня? Я сфотографирую, потом проверю, Лосев работает на первом канале, как пианист, а хрипит на своем стриме, Согласно Станюшей, на все 100%, Обычно я включаю радио, но здесь всегда в разы интереснее, Открыл Мариуполь, Россию и даже весь мир таким, каким он есть, спасибо вам, Игорь, Сергей Владимирович, Благодарю вас, это здорово, благодарю вас, В Марике, если закроют Азовмаш и сделают технопарк, приведут частный сектор в порядок, А в это время будут готовы все большие здания и еще что запланировано сделают, То он может стать городом-миллионником, они так и планируют, так слишком громко я себя слышу в ушах, Где мне надо поправить, что-то изменить, Ложики, наверное, нет, раз-два, раз-два, а, нет, это здесь, звуковой, это в звуковой, Алло, алло, раз-два, 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 три, четыре, ага, вот так вот лучше, наверное, я себя слышу поменьше, Еще знаю, где настроить секунду быстро, это здесь, вход в микрофон, вот он, раз-два, три, да, так лучше, Так и планируют сделать Мариуполь-миллионником, это мне из администрации города сказали, Вау, надо было раньше отжать, отжать, что-то я пустил, Браво, Татьяна Русанова, спасибо вам, о, скрипка, где вы учились в музшколе на 50 лет СССР или в музучилище на Ленина? Сначала я учился за ДОСАФом, была первая школа, Это было, было вообще здание, по-моему, или бывшего МРЭО там или что-то такое, что-то там было много лет назад Потом первый класс, первый год я учился в той школе, за ДОСАФом справа, А чуть позже уже перенесли, вот там, где школа искусств, возле драмтеатра с правой стороны Потом уже там учился, по Ленина, получается Игорь, еще раз большое тебе спасибо за прекрасный вечер и всем спасибо за общение, мне пора спать, спокойной ночи всем, будьте вам все здоровы Елизавета Василенко, доброй ночи вам, спасибо за то, что присутствовали у нас на стриме, общались с нами, спасибо за теплые слова Друзья, я иногда буду заговариваться, наверное, по причине, не наверное, а по этой причине Я слышу задержку на доли секунды, как повторение голоса своего, и я из-за этого сбиваюсь Когда я пел и говорил в микрофон, было все четко, я на нем все отстроил А в микрофон макбука по-другому все надо настраивать I am 71 years old, вау Здорово, леди Вера Обалдеть Я рад, что люди даже в таком возрасте меня смотрят Значит, не все потеряно Да О, я говорю, чувственно так исполняешь, здорово Лариса Соколова, спасибо вам С микрофоном лучше, согласен, 100% Тут далеко микрофон Тот микрофон качества Тут, нет, в макбуке и микрофон встроенный, качественный Тут и звуковая своя, встроенная, хорошая Но то, что я купил Это другой уровень Совершенно другой уровень Это офигенная звуковая карта Я вам ее уже показывал на одном из стримов Когда я ее приобрел Так, практически играть на всех инструментах Диджитал, диджей, плеера Ну, понятно Я вот на миди-клавиатуре могу играть на всех На ударниках Тут у меня, вот видишь Что у меня есть MPC Beats Я могу сюда позагружать Ударные И играть на них Поэтому, конечно В бане было прикольно Лариса Соколова Там было обалденно Мы так провели время с Димой Мы были в восторге От наших подписчиков От наших друзей Что нас пригласили Мы так общались классно Все я не мог выложить Просто очень много и тем были Такие, как бы, провокационные темы Для соцсетей Поэтому я не хотел никого Не подставлять, ничего Поэтому я там все очень урезал А мы полдня там находились И я, знаете как Я все время менял батарейку Одну заряжал, другую использовал Как бы, я мог снимать Я наснимал на 3,50 3 часа 50 минут И больше половины удалил Больше половины, да, по-моему Удалил, да Ну, как минимум половину я удалил И диалоги наши, общение Потому что Темы были классные Но это не для общественности Вот так вот в кругу В узком кругу Общаться на такие темы Здорово Но не... Потому что тут везде проверяется Это все прослушивается Потом блокируется Удаляется С микрофоном Как на концерте Обожаю вас После видео Про получение паспорта Зацепила Лемпика Спасибо Да, я помню Это был... Да, я был... Так рад Я счастлив был Быстрее Быстрее Так хотелось Быстрее уже получить паспорт Для кого-то это мелочь А для меня Жаль, что я не сохранил Что у меня вынесли Мародеры Кто-то Скорее всего Из военных Кто-то Кто Убегал Вынесли Мое свидетельство О рождении Которое Еще было Дано Мне При СССР СССР Слышал Повтор И я Заплетаюсь Где-то Собачка Лает у вас Там Да Во дворе У меня Две Собаки Кобель И Сука Хорошие Собачки Очень Сторожа Наши Я их Подкармливаю Ну и Соседи Хозяева Кормят Их Зоя Привет И вам Тоже Спасибо Браво Ольга Александровна Спасибо Да что же такое Пора спать И не могу оторваться Игорь Пора заканчивать Это же Как наркотик Шучу Конечно Спасибо Мне приятно Кстати друзья Сейчас буду дочитывать Наверное Уже И в принципе Мы сегодня Раньше начали На час То есть мы в 6 начали Обычно я в 7 Стартую Да Уже 5 с половиной Часов Почти Да 5 с половиной Часов Будем Постепенно Уже Закругляться Я дочитываю Чуть-чуть Общаюсь С вами Сегодня уже Все Пусть Заряжается Микрофон Я посмотрю Возможно Среди недели Друзья Если у вас Будет желание И у вас Будет возможность Если что Поставьте Плюсики Сейчас Чтобы я имел Чтобы я понимал Стоит ли проводить Стрим Среди недели Допустим В среду Или четверг Еще Кроме Выходных дней Я имею ввиду Выходной Какой-то стабильно Я планирую Так и проводить Ну Может быть Я бы просто Пел для вас Я больше Сейчас буду Искать Песен И Чем чаще Я пою Тем лучше Для меня Да-да Вечера По выходным Перестали быть Скучными Да Классно У меня Тоже Лариса Соколова Спасибо вам Первый раз Продонатила Хоть капельку Не смогла Устоять Стыдно Стало Что столько Песен Вживую Слушала Бесплатно Вы что Елизавета Василинка Не говорите Глупости Я Пою От души То что Вы меня Поддерживаете Я благодарен Мне Это Большая помощь Большая помощь Сейчас В этот период Но Я не жду Донатов Специально Чаще всего Даже Вот я общаюсь Я и забываю За них Даже Я благодарен Вам За помощь За поддержку В конце передачи Всегда написан Адрес сайта Малахова Ну да Куда писать Можно Наталья Я живу В центре Европы Поэтому Тут много Чего Отключено Или закрыт Доступ Если ты Проживаешь В России То это Можно найти По интернету А я понял Я понял Вером Вену Жан-Клод Богдан Привет Как по твоему мнению Вся Россия Так интересуется Мариуполин Почему В смысле Почему Интересуется Сейчас Спасибо за донат Жан-Клод Богдан Как по твоему мнению Вся Россия Так интересуется Почему В смысле Да 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 Ну как Почему Потому что Здесь Горячие События Прошли Тяжелые События Поэтому Всем интересно Как люди Пережили Как продолжают Дальше жить Все Хотят Видеть Процветание Как Все хотят Видеть Жизнь В основном Есть такие Которые Там Грязью Поливают С другой Стороны В основном Там Ну это Темные Люди И Придет Время Они Осознают Многое Когда Им там Откроют Глаза Ну в общем Конечно Всем интересно Как изменится Мариуполь Как он Меняется Поэтому Интересно Какие люди Здесь Вот мы С вами Общаемся Это Думаю Интересно Всем Многим Ну В первую очередь Я думаю Все хотят Видеть Прогресс Жизнь Именно Жизнь Как Зарождается Перерождается Мариуполь Я Именно Это Как сказать Мне Это Интересно Спокойной ночи Игорек Спасибо Зажег Сегодня Лариса Соколова Спасибо Вам Доброй Ночи Спасибо Слышно Да Слышно Все Отлично Отлично Майки О Приветствую Давно Не заходили По моему Майки Если Не ошибаюсь Отправила Небольшой Донатик Спасибо За песни Танечка Танюша Спасибо Вам Спасибо Вам Огромное Спасибо Да Спасибо Татьяна Счастья Здоровья Успехов Владимир Андреев Да Плюсики Так Вижу Плюсики Вечером После Восьми После Восьми Если Вечером Доделать Если В будний День Такой Можно Стрим Делать Короткий В будний День Не до Поздна Не до Двенадцати А там До Одиннадцати Или До Пол Двенадцатого Ну Восемь Девять Десять Ну До Одиннадцати Три Часа В принципе Будет Только Именно Запрограммировать Мне Надо Три Часа Не Дольше Я думаю Будет Здорово Среда Или Четверг Посмотрим Я Вам Дам Знать Друзья В любом Случае Здесь Оповещение Будет И Да На Пару Часов Два Максимум Три Часа Поставить Прямо Под Задачу И Можно Петь Больше Еще Общаться Буду Кстати Новости Какие-нибудь Озвучивать Тоже По Мариуполю Я Сегодня Хотел Но Я Сегодня Забыл За них Потому Что Микрофон И Забыл Что Я Хотел Поозвучивать Вам Почитать Новости Немного Да Да Так А я Поздно Зашла И Не Услышала Песен Зоя Я Оставлю Этот Стрим Скорее А Ну Если Мне Его Не Заблокируют В Любом Извините Икаю Случай В Телеграме Есть Ссылка На Этот Стрим И Даже Если Его Заблокируют Он По ссылке Все еще Будет Активен Вы Сможете Пройти В Телеграм И Зайти На Этот Стрим В Любом Случай Вы Сможете Послушать Посмотреть Этот Стрим Я Его Удалять Не Буду Просто Вдруг Его Заблокируют Ютуб Там Из-за Песен Каких То Все Может Быть Уже Было Не Один Раз Не Однократно Поэтому Он В любом Случай Останется Удалять Я Его Не Буду Просто По ссылке Можно Будет Его Посмотреть Да Сегодня Зоя Если Вы Послушаете Услышите Разницу Вот Как Даже Сейчас В принципе Обработка Голоса Есть По Частотам Почистил Немножко Удалил Там Шумы И Так Далее Окружающие Окружающие Но Когда я пел Микрофон Послушайте Как звучит Микрофон Все Я даже Сейчас Вот я Слышу себя В ушах Я не Я не Напрягаюсь Я Очень Легко Говорю Не Не Форсирую Соответственно Голос Так Сильно Не Устает Как Раньше До Одиннадцати Самое То На пару Часов До Одиннадцати Самое То С Восьми До Одиннадцати Будет норм Вот Да Я тоже Так Думаю Замечательно Если Никому Не поздно То Можно Среда Или четверг Посмотрим Что у меня Там по Среда Нет Четверг Скорее Всего Я К сестре Хожу В среду Вечером На Растяжку И я К восьми Не буду Успевать Я Приезжаю Домой К девяти Где-то Ну да К девяти И Стрим Могу Начать Лишь В полдесятого Это В среду А вот В четверг Наверное Можно Спасибо Игорь Посмотрю Этот Стрим Обязательно Посмотрите Вам Понравится Я думаю Понравится Очень У меня На последней Любимой Песне Стал Интернет Врубаться Половину Прослушала Но Ничего Юля Послушаешь Записи Послушаешь Эту Песню Точнее Ее У вас Шторм Здравствуйте В Донецке Штормовой Ветер У нас Тоже Я Вот Говорил Отходил На кухню Туда Отходил Себе Воды Наливал Точнее Медовой Воды И там Прям В окно Порывы Ветра Сильные Слышно Очень Слышно Штормового Ветера Да Поэтому Скорее Всего У нас Тоже Я Не выходил На улицу Но Слышно С микрофоном Это конечно Прекрасно Еще и С ухом Ухом И с ухом Ты имеешь ввиду Что с ухом А С наушниками Отжатым ухом Ничего не понял Юля Не понял С каким Отжатым ухом 48 Серега Сереге 48 48 Серега Санин Так Ну что Друзья Будем Закругляться Спасибо Вам Что Были Сегодня Со мной Поддержали Меня Меня И морально И материально Я очень рад Что вам Нравится Звук Я рад Что мне Нравится Звук А Она У ребенка Отжала Наушники С отжатым Все Я понял Смысл С отжатым ухом С наушником Да 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 С наушниками Совсем Будет другой Теперь звук Я вам рекомендую Слушать стримы Музыкальные В наушниках Другое Другое Вообще Ощущение Хорошего Вечера Вам Да Вероника Каноненко Я еще Сейчас Буду Что-нибудь Покушать Себе Готовить Пельмени Да Это будут Пельмени Я хочу Пельмени Уже Больше Недели Две Не ел Пельмени Сегодня Хочу Пельмени Так что Друзья Давайте Если Что-то Вдруг Изменится Всякое Может быть Я вам Дам В любом Случа Знать В телеграме Я Дам Знать Но Буду Планировать Что Стрим Проведу В среду Или в четверг Скорее всего В четверг Так как Смогу В 8 Начать Ну и Стабильно Выходной День Какой-то Либо Суббота Либо Либо Воскресенье В зависимости От занятости Потому что Вот Сегодня Допустим Мы планировали Ехать В Новоазовск Но Думаю Тоже И погода Не та Потому что Плов Мы хотели В Новоазовске У наших друзей Подписчиков Приготовить Плов Но Там у них В принципе Печь есть И внутри Даже Даже Внутри Я думаю Можно было бы И внутри Приготовить Несмотря на то Что погода Плохая То есть У нас есть Где укрыться И где готовить Ну Я уже сказал Причина Демьян Немного Обижен Ой Прошу прощения Где там микрофон У меня здесь А он здесь Ага Потому что Его так не видно Он здесь Ага Прошу прощения За звук Он с этой стороны Да Просто Тут динамик И все Микрофон спрятан На маке Все Я понял Где он есть В общем Да Друзья Доброй ночи Всем мира и добра Спасибо вам Юля Спасибо тебе Доброй компании До следующей встречи Да До скорой встречи Всем пока Друзья Доброй ночи Кому-то доброе утро Всем пока Стрим оставляю Захотите переслушать Где-то что-то Посмотреть Послушать Пожалуйста Ссылка в телеграмме И дзен Не забывайте Заходить на дзен В первую очередь Там больше Всегда Сейчас больше Публикаций Если Ютуб Активирует нам Монетизацию Как Дима сказал То это будет бомба Конечно Арес Точнее Он здесь подписан Как Арес В начале стрима Он сказал Что слухи Такие появились Будет замечательно Тогда будем Ютуб развивать Параллельно Но В общем Посмотрим Все Пока Друзья Пока Всех люблю Обнимаю Целую Мира и добра Пока Параллельно 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 Параллельно